Это проблема алкоголизма, потребления наркотиков и табакокурения. Администрация города, конкретно главой нашего городского округа, Северином Геннадий Федоровичем, были приглашены самые лучшие ведущие специалисты, которые есть у нас в стране. И не только в стране, они являются и сопредседателями Международной Ассоциации Трезвости. Это присутствующий здесь академик Майоров Александр Николаевич. Он является председателем, извиняюсь, профессором Нижненовгородского университета. И одновременно является председателем Международной Академии Трезвости. Может быть где-то я неправильно скажу название, я заранее извиняюсь. И Жданов Владимир Георгиевич, это замечательный председатель Международной Ассоциации. Тоже является академиком. Значит, семинар у нас рассчитан на три дня. В основном время с 9 часов сегодня до 17. Семинар очень насыщенный. Я считаю, все те знания, которые вы здесь получите, безусловно, будут переданы, так сказать, тем людям, с которыми мы общаемся, с кем работаем, лично для себя вы получите очень многое. Хотелось бы несколько слов сказать о том, что какая ситуация у нас состоит в городе Чебаркуле. Вот присутствующие здесь медики, наверное, подтвердят нашу правоту. Только в медицинском кабинете нашей центральной больницы состоит на учете порядка 1700 человек людей, страдающих алкоголизмом. Это люди, которые уже от безвыходности ситуации подошли и вынуждены были встать на учет. Из них порядка 400 женщин, которые страдают вот этой формой заболевания. По данным медицинской статистики, каждый восьмой и каждый седьмой вызов, это вызов пьяным, извините, людям. Наших чебаркульцев, так сказать, привозят в больницу вот в таком состоянии. Значит, на путь с алкоголизмом у нас в городе, население которого составляет порядка 50 тысяч населения, есть на учете 80 семей, было, во всяком случае, 80 семей, в которых проживало порядка, имелось 160 детей, а, значит, люди, которые практически деградировались на польше пьянцев. С 2001 года у нас, к сожалению, или, может, к улучшению вот эта ситуация, посланная убыль, в настоящее время у нас на учете состоит 50 семей, в которых находится порядка 90 детей, которые находятся в социально опасном положении. Ситуация, сказать, очень плохая, и тенденция, она увеличивается. Значит, что делается в городе для того, чтобы как-то искоренить вот эту вот ситуацию? Во-первых, вот этот семинар, и будет еще цикл лекций в течение года. Мы будем народ призывать, как бы, освободиться от этой пагубной страсти. Значит, кроме того, мы будем и делаем дополнительное вливание в спорт. Вы знаете, что у нас с Нового года функционирует коток городской, где там прокат, выдают коньки и так далее. Функционируют лыжи и другие моменты. Значит, мы в этом году откроем клубы по месту жительства, спортивные направленности, которые будут располагаться по адресу Электростальская, 7-Б, где будут сосредоточены подростки, которые не посещают, будем говорить, там, кружки, и которые будут заняты в этот период. Значит, хотелось бы еще сказать, что у нас встает наряду проблема пьянства, проблема наркотизации мэрообщества. Вы знаете, что зараза эта идет, ну, если можно так сказать, из города Миаса, где компактно проживает вот это цыганское население, и которое распространяет это все. В связи с тем, что идет миграция таджиков, которые сейчас тоже торгуют у нас, в связи с торговлей фруктами, мы знаем, что идет теневая торговля наркотическими средствами. На собрании депутатов, на всех комиссиях, депутатских комиссиях будет обсуждаться эта программа по противодействию распространению наркотиков, и мы будем считать то, что будет ставиться жесткий заслон вот этому делу. Ну, я бы, конечно, мог говорить много на эту тематику, но считаю то, что у нас присутствуют специалисты, которые знают эту проблему не только по городу Чубаркулю, они знают и в целом по России, и, наверное, со своими этими данными поделятся. Спасибо. Слово, наверное, предоставлено. Приятно присутствовать здесь, наконец-то мы до вас добрались, или вы до нас добрались, я не знаю, как об этом говорить лучше. Мы часто бывали здесь на озере Тургаяк, на озере Яланчик, проводили крупные международные мероприятия, и в вашем городе мы бываем ежегодно, а иногда и два раза в год. Но вот именно так, чтобы собраться все вместе и поговорить очень откровенно о такой наболевшей теме, как наркотизм, как явление, и как эту проблему решить, это мы собрались впервые. Я думаю, что те три дня, которые мы с вами будем плотно работать, они, безусловно, не пройдут даром, и многие отсюда идут совершенно измененные, совершенно изменившиеся, в хорошем смысле этого слова. Некоторые поменяют свой жизненный путь, свою жизненную стезю, как некоторые говорят, градусов это на 90, а другие на все 180. Это я вам просто гарантирую точно. Наша работа будет очень плотной, как уже было сказано, и мы очень просим, чтобы на всех наших занятиях, а это занятия, это семинар, повышение квалификации наших с вами знаний, присутствовали все мы с вами здесь вместе, безусловно. Прогулы мы очень-очень будем не приветствовать, очень будем не приветствовать. Просьба такая, мы понимаем, что жизнь есть жизнь, и у всех у нас бывают свои какие-то проблемы личные. Если проблема возникает, подойдите, пожалуйста, к нам и решите эту проблему. Конечно, если кому-то очень нужно будет, мы отпустим. Но мы очень бы хотели, чтобы всю информацию, всю информацию, все лекции, все наши доклады, все выступления, всю видеоинформацию, а мы привезли богатейший материал для вас, вы посмотрели и вместе с нами поразмышляли над этой проблемой. Если мы не поразмышляем откровенно, то, наверное, тогда у нас вряд ли что и получится. Да, в одно в ухо говорят, вылетело, в другое вылетело. Вот этого бы очень не хотелось. Программа наша будет следующая. Итак, сегодня мы работаем до пяти часов. Сейчас, после моего сообщения, будет доклад «Русский крест демографической катастрофы в России» профессор Жданов. Это до обеда у нас это будет общение. После обеда буду я читать лекцию. Называется «Алкогольно-наркотическая ситуация в современном мире и пути разрешения этой проблемы». Ну и последнее выступление в сегодняшней нашей встрече беседа профессора Жданова «Трезническое воспитание в молодежной среде». Завтра у нас тоже будет серия лекций, я не буду их подробно называть. Мы вот двое ведущих специалистов, хотя у нас здесь есть и замечательные помощники, ваши земляки и приехавшие наши коллеги из областного центра. Ну, они тоже, наверное, будут принимать активную участие, они уже принимают. Но лекции в основном будем читать мы. В последний день, если у нас удастся, а, наверное, удастся, мы посмотрим один видеофильм, довольно продолжительный, который мы делали вместе с министром культуры Российской Федерации, бывшим министром культуры Швыдкин. Тема называется «Россия нужен сухой закон». Тема. Этот фильм был показан по центральным каналам телевидения, но очень-очень многие его почему-то не видели. Где бы я его ни показывал, почему-то все говорят, почему этот фильм не показывают. Показывали полтора года назад, съемки были полтора года назад. Но тема совершенно не устарела. Устарел только министр культуры, он сегодня не министр. А все остальные участники, вы там увидите много интересных, знакомых лиц, в том числе и лиц с другой, с другой стороны баррикад, которые нас с вами спаивают и наркотизируют. Это все будет наглядно. И все наши занятия мы совершим круглым столом, где мы с профессором Ждановым больше будем молчать, наверное, а больше говорить будете вы. То, что нам удалось, что не удалось, какие-то ваши планы на ближайшие перспективы наших действий на ближайшее время и дальнейший какой-то период. Ну и, наверное, договоримся о нашем дальнейшем взаимоотношении. По результатам нашего занятия мы будем выдавать удостоверение Международной Академии Трезвости. Но у нас с вами всего лишь три рабочих дня. А удостоверение, чтобы вы получили право, а педагоги и медики знают, что такое право переподготовки и повышения квалификации, они обязаны проходить в течение 5 лет один раз. Вот это право мы вам дадим. Но только по желанию. Вот из присутствующих здесь, по желанию, им будет дано домашнее задание. Я к вам сюда специально приеду на озеро Тругаяк. В начале июля мы проводим встречу. Я приеду пораньше. И эти материалы мы, ваши трубы, соберем. Вы будете писать рефераты. Рефераты мы в ходе нашего семинара объясним, как их правильно писать, какой объем, какие, какая тематика и так далее. И вот по результатам уже этих никто не будет иметь никаких претензий. Более того, хочу вам сказать, что лучшие рефераты мы выберем и опубликуем в сборник трудов. Сборник трудов для широкой общественности. Одно дело, здесь вот мы с вами собрались 300 человек, а ту информацию, которую мы здесь будем выдавать на гора, должны знать все, 100% жителей вашего города и района. Это задача наша. И ваша уже теперь задача. Вот такие условия нашей с вами деятельности. Устраивает? Все. ...института. Президент Международной ассоциации психоаналитиков. Живу, работаю в Новосибирском Академгородке. Наша ассоциация входит в широкое движение. Движение за духовное и физическое возрождение. Движение за трезвый и здоровый образ жизни. И в рамках нашей ассоциации мы по всей стране развернули сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами восстановить свое духовное, душевное здоровье. Ну а как следствие этого восстановить и здоровье физическое. В том числе восстановить зрение немедицинскими методами. Оказывается, любой человек, который носит очки, может снять очки и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков, так же как в очках и даже лучше. Это возможно, это доступно. Я уже 12 лет профессионально этим делом занимаюсь. Признан лучшим специалистом в нашей стране по этой проблеме. И сегодня, в конце нашего семинара, в половине пятого, в 16.30. Я для желающих, а я думаю, здесь все, наверное, желающие, у кого есть проблемы со зрением, кто носит очки, читает в очках, у кого устают, болят глаза, работает на компьютере, проблемы со зрением у детей, у родителей, обязательно приходите, приглашайте своих к половине пятого. Я, кстати, приглашаю и из администрации, я смотрю, у вас там половина людей за компьютерами, в очках сидят. Оказывается, все это преодолимо. И я вам сегодня здесь прочитаю, так сказать, сеанс, проведу восстановление зрения. Покажу простейший комплекс упражнений, как можно восстановить, развить свое, улучшить зрение. Мы всегда в рамках нашего этого семинара, раз уж мы специалисты широкого профиля, мы это занимаемся. Кроме того, у нас есть практика, мы в процессе наших трехдневных семинаров, пока, скажем, один профессор ведет занятия здесь, второй где-то выступает в школе, как правило, мы там в ВУЗе, перед студентами, перед преподавателями, но сейчас морозы, занятия, как говорится, прекращены. Но, скажем, если вы в одной или двух школах для оставшихся преподавателей организуете такие встречи с нами, то мы, в принципе, готовы и поработать и на город, и вовне. Кроме того, я являюсь первым заместителем председателя Союза борьбы за народную трезвость. Председатель нашего Союза, всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира, Федор Григорьевич Углов. 5 октября прошлого года ему исполнился 101 год. Он до сегодняшнего дня делает самые сложнейшие операции в своей клинике. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса, как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 75 лет. 76 лет он до сегодняшнего дня оперирует людей. Вот я являюсь его заместителем по этой общественной организации, и поэтому, вот уже 24-й год, я веду пропаганду здорового, трезвого образа жизни, участвую в работе вот подобных семинаров, в том числе и с коллегами-педагогами. Сам я никогда в жизни не курил. В 83-м году я прочитал доклад академика Углова о медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР. Этот доклад перевернул всю мою жизнь, и я с 83-го года веду трезвый образ жизни. Принципиально никогда не употребляю ни пива, ни вино, ни водку, ни любых других алкогольных ядов. Я никогда в жизни не держал в руках других наркотиков, даже слабо представляю, как они выглядят. Ну вот, как видите, вы про меня уже почти все знаете, а я бы хотел познакомиться с аудиторией. Скажите, пожалуйста, есть среди вас такие, кто так же, как и я, никогда в жизни не курил? Поднимите руки, пожалуйста. Кто никогда в жизни... О, послушаю. Хорошая. Так. А есть среди вас такие, которые так же, как и я, принципиально никогда не употребляют ни пива, ни вино, ни водку, ни любого другого алкоголя? Поднимите руки. Ну, тут послабее. Послабее. А есть среди вас такие, которые по праздникам, культурно, умеренно, я уж не говорю так, но колятся наркотиком или гашишкулят. Есть такие? Есть. Нет. Ну, как я и подозревал, самая главная проблема для этой аудитории, это проблема алкогольная. На втором месте стоит проблема табачная. Ну, а на третьем месте социологи всех стран мира поражены явлением, которое получило название «Русский крест». Что это такое «Русский крест»? «Русский крест» — это следующая ситуация. В Российской Федерации в 60-м году, в 60-м году, была следующая демографическая картина. На каждую тысячу жителей рождалось 20 детей в 60-м году. На каждую тысячу рождалось 20 каждый год. Ну, в 60-м году, в течение года. А в 60-м году на каждую тысячу умирало шестеро. Вот крестик. Здесь 20, здесь 6. Прирост населения в Российской Федерации составлял 14 человек на тысячу. Это миллион, с лишним больше миллиона людей, которые, так сказать, каждый год прирастала Российская Федерация. И вдруг в 2000-м году картина поменялась с точностью до наоборот. В Российской Федерации на каждую тысячу рождалось в 2000-м году шестеро. А в 2000-м году на каждую тысячу умирало 20. И вот это явление социологи всех стран мира назвали русским крестом. Они рисуют вот такие вот кривые. Эти кривые пересекаются в 91-м году. И начинают изучать, фантазировать на тему, с какой это стати русские люди в конце 20-го века вдруг все катастрофически решили вымирать. Вместо того, чтобы плодиться, размножаться, решили умирать. На самом деле, все это от лукавого. Русский крест выглядит совершенно по-иному. Русский крест выглядит совершенно по-иному. Да, действительно, смертность в 60-м году составляла 6 человек на тысячу. И эта смертность потихоньку росла. И в 1980-м году смертность на тысячу удвоилась. Достигла 12 на тысячу. Стало умирать в два раза больше людей. Наши советские социологи штатные объясняли это эхом войны. Они говорили, что вот стареет население, которое в войну не доедало, не досыпало. И вот это население сейчас вымирает. Все нормально, спите спокойно, ребята. Все по науке. Но в 1980-м году эхо войны вдруг прекратилось. И смертность застабилизировалась на уровне 12 на тысячу до 85-го года. Пять лет смертность не увеличилась. И в 1985-м году ни с того ни с сего, абсолютно ни с того ни с сего, для всех это огромная загадка, смертность в стране начала резко падать. И в 1987-м году достигла опять 6 на тысячу. Но в 1988-м году вдруг ни с того ни с сего, в нашей стране, а были еще советская власть, еще Ельцин был главным московским коммунистом. Но вдруг смертность в 1988-м году резко пошла вверх. В 1991-м году смертность достигла 13 на тысячу, а в 1994-м году достигла 20. И сейчас она в районе 20-30 болтается в разных областях по-разному. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя строго зеркальным образом. Да, в 1960-м году рождалась 20 на тысячу. Но рождаемость потихоньку падала. И в 1980-м году достигла 14 на тысячу. Те же самые заштатные социологи, типа Заславской была такая социологиня, Они это объясняли процессом урбанизации. Якобы народ с деревень, которые они начали уничтожать, потянулся в города, а в городах, как говорится, не до рождания детей. Но вдруг в 1980-м году рождаемость застабилизировалась, и пять лет держалась на уровне 14 на тысячу. И вдруг в 1985-м году ни с того ни с сего в Российской Федерации резко пошла вверх рождаемость. И в 1987-м году достигла опять 20 на тысячу. И вдруг в 1988-м году ни с того ни с сего рождаемость полетела резко вниз. Достигла в 1991-м году 13, сравнялась со смертностью. А в 1994-м году достигла 6, и сейчас на уровне 6-5 она вот здесь болтается. Вот он, русский крест. Все случилось за 6 лет. Не за 40 лет, как нас утверждают, а за 6 лет русские люди вдруг ни с того ни с сего, вместо того, чтобы плодиться, размножаться, начали все катастрофически вымирать. Вот он, русский крест. 88-й, 94-й год. Вот я его и выделил. Но должна быть какая-то очень резкая причина, которая бы заставила народ в течение 6 лет, вместо того, чтобы размножаться, умирать. И эта причина должна лежать на поверхности. Эта причина. Она, оказывается, эта причина и лежит на поверхности. Если мы сейчас на этот график нанесем душевое потребление алкоголя в Российской Федерации на душу населения, а что такое душевое потребление алкоголя? А это берут все пиво, вино, водку, выпитое в России за год, выделяется из них чистый спирт, складывается и делится на все население. На стариков, младенцев, на пьющих, не пьющих. И получается объективный показатель уровня пьянства. Душевое потребление алкоголя. Так вот, если я сейчас нанесу на этот график душевое потребление в литрах спирта на душу населения, этот график с точностью до процентов совпадает с кривой смертности. В 60-м году пили 6 литров на душу населения, умирало 6 на 1000. В 80-м году пили 12 литров на 1000, умирало 12 на 1000. В 80-м году продажа алкоголя и потребления стабилизировалась в России на уровне 12 литров, стабилизировалась и смертность. Но в 85-м году были приняты антиалкогольные постановления. И по всей стране начался процесс стихийного отрезвления. Закрывали магазины, закрывали заводы, уменьшали продажу. Огромные целые области жили трезво. У нас была целая область, которая 2 года жила абсолютно трезво. Горно-Бадашанская область там вообще 2 года не продавали ни капли алкоголя. У нас в Томской области продажа алкоголя сократилась в 16 раз за вот эти вот 2,5 года. И резко вниз пошла смертность. В среднем по России в 87-м году продавали 6 литров алкоголя на душу населения и смертность опять 6 на тысячу. Но в 88-м году к власти пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. И они развернули программу неслыханнейшего спаивания народов нашей страны. И пошло в 88-й, 89-й, 90-й, 91-й, 2-й, 3-й, 4-й. И в 94-м году достигло 20 литров на тысячу. 20 литров на тысячу. Кстати, это поработал рынок. В 92-м году отдали спаивание в частные руты. И частник дефицита из водки, из пива, длина не сделал. Все завалено круглые сутки, свободно, сколько хочет, столько пей. Любопытно, ну и сейчас это на уровне 20-30 литров в Российской Федерации уровень потребления алкоголя колеблется. Интересно, что рождаемость ведет себя по отношению к кривой алкоголизации обратным образом. Обратным образом. В 60-м году продавали 6 литров, рождалось 20. Растет алкоголь, падает рождаемость. Застабилизировали алкоголь, застабилизировалась рождаемость. Убрали алкоголь, резко подпрыгнули вверх рождение детей. Опять начали спаивать и рождаемость ушла вниз. Вот оно вымирание. Это сейчас около полутора миллионов человек в год. Таким образом, из этого графика можно сделать вывод, что главным причином убийства наших людей в Российской Федерации является алкоголь. Стоящая за этим алкоголем мощнейшая алкогольно-торговая мафия, про которую никто у нас в стране никогда не слышал и не подозревает ее существований. Мы знаем про нефтяную мафию, про газовую, про алкогольную мафию. Нигде вы ничего не услышите. И политика правительства, которая полностью покровительствует этой политике уничтожения народонаселения нашей страны. Что касается рождаемости, то главная причина нерождения детей в нашей стране – это алкоголь. Это стоящая за этим алкоголем алкогольно-торговая мафия и политика правительства, которая полностью попустительствует деятельность этой мафии, которая обезлюживает наши города и села. Поражает воображение качества рождающихся детей. Это процент детей, которые рождаются с отклонением от нормы. Это дети, которые в конце концов идут в школы для дебильных детей. Казалось бы, рождение дебильных детей должно быть как-то связано, как-то связано вообще с рождаемостью, да? Ну, больше детей рождается, больше, наверное, и дебильных детей рождается. Меньше детей рождается, меньше и дебильных должно быть детей. А нет. Оказывается, кривая рождения дебильных детей полностью точка в точку повторяет все нюансы кривой алкоголя потребления. В 60-м году детей с отклонениями от нормы в Российской Федерации рождалось 8%. Каждый 12-й ребенок рождался с отклонениями. В 80-м году рождалось 16%. В 2 раза больше. В 2 раза больше алкоголя, в 2 раза больше детей. Уже каждый 6-й ребенок рождался с отклонениями от нормы. С 80-го по 85-й год количество рождений дефективных детей застабилизировалось. И в 87-м, 88-м году количество детей с отклонениями от нормы родилось меньше процента. Меньше процента родилось детей с отклонениями от нормы. В 88-м году. А знаете почему? Да потому что политика отрезвления в первую очередь захватила молодежь. Молодежь перестала употреблять алкоголь. Потому что недоступный стал алкоголь. Там и бабки-то с детками в драку за эти магазины стояли. А молодые люди уже в эту драку и не лезли. И была какая-никакая пропаганда здорового образа жизни трезвого. Говорили об этом. И у нас в стране самое здоровое поколение родилось в 88-м году. Причем родилось очень много. А дебильных детей очень мало. У нас каждый год мы собираемся вот здесь у вас на Иланчике. Большая школа-семинар. Слёт школа нашего союза борьбы за народную трезвость. И у нас выступала одна женщина. Работает в системе образования в Кировской области. И они каждый год подают в военкомат сведения о мальчиках определенного года рождения. Ну чтобы их поставили на военный учет. И всех этих мальчиков, которых они подают в военкомат, они инвалидов детства подчеркивают красным карандашом, чтобы их не беспокоили. Раз инвалид, все. Его подчеркнули, они чтобы к нему и не шли. И вот они подали сведения в военкомат. И военкомат к ним звонит туда, в этот отдел образования, и ехидно говорит. Что это вы тут свою работу-то не делаете? Вы что же там не подали сведения? А красным карандашом инвалидов-то не подчеркнули? Мы, говорит, ахнули, подняли все бумаги, все проверили и выяснили. В нашем районе не оказалось ни одного инвалида детства рождения 88-го года. Ни одного. Это наша самая последняя надежда нашего русского генофонда. Дети, родившиеся в период антиалкогольной кампании 85-88-го года. Вот именно этих детей сейчас, их генофонд, и уничтожают пиво. Вот пиво направлено, в первую очередь, против вот этих детей и молодежи. Их генофонд хотят уничтожить пиво, чтобы в конце концов полностью поставить вот этот русский крест на русском народе. Ну а тут опять понеслась программа пивной алкоголизации. Все бегут за Клинским. И резко пошло вверх рождение дебильных, дефективных детей. По официальным данным сейчас детей от отклонения от нормы, на сегодняшний день, у нас с 98-го года данные есть, 37,5% детей с отклонениями от нормы рождается больше, чем каждый третий ребенок. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, эта цифра подходит уже к 60. Там уже детей с отклонениями рождается больше, чем детей нормальных. Таким образом, главная причина вырождения дебилизации нашего общества является алкоголь, стоящая за этим алкоголем алкогольно-торговая мафия и политика правительства, которая полностью попустительствует вот этой всей проблемой. Я вам приведу цифры 2004-го года, они здесь не попали. В 2004-м году, по официальным данным, по официальным данным, самый высокий уровень смертности в Российской Федерации был в Ярославской области. 27 на тысячу, вот здесь где-то точка, выше даже, она на доску не улась. 27 человек на тысячу, каждый умирал. Это чума, сколько не уносит жизни, сколько уносит алкогольная война, ведущаяся в Ярославской области. А самый низкий уровень смертности, самый низкий уровень смертности на тысячу человек, знаете где был? Не в жизни догадаетесь. С учетом убитых в Чеченской Республике. 3,8 на тысячу. Я хочу спросить у вас, люди русские, где идет сегодня война? В Чечне или в Ярославской области? В Чечне или у вас здесь на Урале, где вымирают целые районы и деревни? Война идет в Ярославской области. В Чечне никакой войны не идет. Там семьи с детьми, по семь, по восемь детей. Да дети-то у них какие здоровые. Оказывается, у нас в стране, несмотря на всю эту перестройку, несмотря на все эти реформы, несмотря на то, что идет обнищание народа, оказывается, несколько национальных республик все эти проблемы обошли. Самый низкий уровень рождаемости у нас, самый низкий уровень смертности в самых трех экономически отсталых регионах России. В Чечне, Ингушетии и Дагестане. И самый высокий уровень рождаемости в этих трех самых экономически отсталых регионах. А почему? А потому что там полностью возродили трезвые мусульманские традиции. Полностью возродили. И они сейчас живут, развиваются. И когда бывший боевик Кадыров, слышали про такого? Когда он увидел эти цифры, он сказал, ребята, кончай воевать. Кончай воевать. Мы их этих русских уже давно победили. Они сами скоро все передохнут. Мы-то растем, развиваясь. Мы-то эту территорию засели. Они-то все вымирают. Каждый день по телевизору для наших детей показывают сказки про алкоголь. Набила уже оскомину реклама, где мордатый мужик с друзьями в новогоднем костюме сел пить пиво. И находился он в непрерывном пивном запое два месяца и восемь дней. А восьмого марта он заявился на работу. И он спрашивает, ты где был? Он говорит, пиво пил. А мужики-то не знают. Он еще помнит, что там мужики пьянку пьянствуют и не знают. Конечно, это сказки. Сказки для детсадовских детей. Потому что любой взрослый человек знает, если человека вот так непрерывно в течение 20 дней поить пивом, от пивного апоя умрет любой. Просто человек умирает от пивного апоя. В этом году в 30-й раз по телевизору показали сказку про алкоголь для взрослых. Называется это сказка «Ирония судьбы» или «С легким паром». Сюжет этой сказки для взрослых прост как огурец. Человек с друзьями пошел в баню накануне Нового года, напился в этой бане до чертика и обрел свое счастье. Да какое счастье-то он обрел. А кто там напился? А напился там по сюжету не кто-нибудь, а напился там врач. А кто там так весело пьянку пьянствует и гуляет? А пьянскую пьянку там пьянствует и гуляет. Не криминальные структуры, а учителя. И Барбара Брынска в самый переживательный момент засунула в рот сигарету и давая с экрана телевизора дымить табаком. 30 лет назад впервые в истории советского кино учительница русского языка и литературы закурила с экрана телевизора. Да все девчонки в те годы с нее этот пример старались взять. А теперь я вам расскажу уже не сказки, а суровую реальную бы. 1 января 2000 года в новостях вечером диктор новосибирского телевидения радостно сообщил. Сегодня утром на улицах города Новосибирска милиция подняла 78 трупов замерзших людей. Это в основном мужчины трудоспособного возраста, многие из них главы семейства. А еще 180 человек в эту новогоднюю ночь в пьяном виде отморозили либо руки, либо ноги, стали инвалидами. Так вот 78 человек, убитых пивом, водком, вином за одну только новогоднюю ночь в городе Новосибирске, это в 10 раз больше, чем погибло за всю Чеченскую войну из Новосибирска. 8 человек погибло на Чеченской войне. Сколько мы с вами слез пролили по этим чеченским жертвам? Об этих-то кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь вспомнил? Вторую вам расскажу невыдуманную историю. В моем родном Новосибирском академгородке, в Новосибирском государственном университете, тоже в моем родном, в общежитии номер 3 за столиком сидело 4 студента 4 курса математического факультета. И они сидели в этом кафе, как водится у молодежи, пили пиво и курили. А за соседним столиком точно таких же 4 студента, тоже 4 курса, кстати, взрослые люди, но химического факультета, и тоже сидели, пили пиво и курили. У студентов-химиков закончилось куриво. Но они подошли к математикам и попросили закурить. Но то ли они не так попросили, то ли им не так ответили. В результате одного студента зарезали насмерть, трое искалеченных попали в реанимацию, а четверых пьяных арестовала милиция, было заведено уголовное дело от 8 до 20 лет тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Эта реальная история случилась в Академгородке несколько лет тому назад. И расскажу вам третью невыдуманную историю. В городе Линске проходил городской праздник пива. И в рамках этого праздника для молодежи на площади Немига устроили грандиозный рок-концерт. На этом рок-концерте рекой милось здоровое пиво. На этом рок-концерте молоденькие, нарядно надетые девушки каждому назойливо предлагали покурить сигареты именно вот этой марки. Презентация фирмы шла. И тут началась гроза. И вот эта одуревшая от пива и сигарет молодежь разом бросилась в подземный переход метро. И насмерть растоптала, растерзала, до кишок растерла 53 молоденьких девушки. Причем на следующий день судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что все растерзанные девушки тоже были пьяные. И что самое любопытное во всех этих историях, на четвертый день я с представителем деканата поехал в тюрьму. Затребовали характеристики на арестованных студентов. Я прочитал характеристики, я ахнул. Это лучшие студенты факультета. С этими характеристиками их надо кардинаму не в тюрьму сажать на 20 лет. Ну приезжаю в тюрьму, идем в камеру, ну думаю сидят крутые хлопцы, что им там убить, искалечить, зарезать. Заходим в камеру, сидят 4 молодых парня, вот такими слезищами плачут. 4 дня сидят и плачут. Ни один из них ни на 8, ни на 20 лет в тюрьму садиться не хочет. Поговорили умнейшие ребята, я вас уверяю, умнейшие ребята. Но вот пиво и сигареты этих умнейших ребят превратили в зверей, которые способны своего товарища взять, убить и искалечить. На третий день в Минске хоронили жертв трагедии. Стоит 53 гроба. Стоит президент Лукашенко со свечкой, плачет. Все правительство редком стоит со свечками, плачет. 500 тысяч молодежи собралось хоронить со всей республики. Все стоят, плачут. Так вот, пиво и сигареты, вот эту молодежь, которая приехала хоронить, превратила и в зверей, и в дураков, которые своих собственных девушек взяли, насмерть растоптали и растерзали. Так что же это за такие странные продукты? Сигареты, пиво, вино, водка, которые круглые сутки на всех углах прагают, круглые сутки их рекламируют, в том числе по телевизору. Неужели это так необходимые для нашего народа продукты? На самом деле, сигареты, пиво, вино и водка это никакие не продукты. Это самые опаснейшие на земле наркотики, которые пущены в нашей стране в широчайшую свободную продажу и приносят столько горя и столько слез нашему народу. Дело в том, что в состав пива, вина и водки входит алкоголь, этиловый спирт. Химическая формула этого этилового спирта С2, H5, OH. Я, кстати, если у вас есть тетрадочки, кое-что запишите, вам это пригодится, обязательно. Химическая формула алкоголя С2, H5, OH. Это изучают в школе, на уроке химии. Но, к сожалению, ни в одной школе нашим детям не говорят, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. И если человек единовременно употребляет больше 8 грамм на 1 килограмм веса, он от этого яда умирает. Ну, скажем, человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм чистого спирта, дать выпить, не дать вырвать, он от этого спирта умрет. Этот яд является наркотиком. И медицина 300 лет использовала алкоголь как наркотик при операции. Наркозная доза алкоголя 4-6 грамм на 1 килограмм веса. И вот во время Великой Отечественной войны у белорусских партизан не было никаких медикаментов. И они использовали самогон как наркотик при операции. Раненому натощак давали выпить 3 стакана самогона. Он выпивал и впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Резали, зашивали, ничего не чувствовал. Но 3 стакана самогона это наркоз, а 4 стакана это смерть. Почему отказались от алкоголя в медицине? Очень узка наркотическая широта. Некоторые люди пьют, пьют, больно, больно, но еще выпил, сразу умирает. Для детей, кстати, и смертельная, и наркозная доза примерно в 5 раз меньше. У нас в стране известны тысячи трагедий. Когда 10-летнему ребенку для смеха наливают 150 грамм водки, он выпивает, у него блокируется работа гипоталамуса, который регулирует ритм дыхания. Ребенок задыхается, синеет, чернеет, умирает от удушья, спасти его невозможно. К сожалению, опрос показал, что почти все вы знакомы с этим ядом в виде пива, вина и водки, но мало кто знает, как его делают. А я знаю и с удовольствием расскажу. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Они брали сосуд и в сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И внутрь сока запускали дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие, сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у нее глаз, вот у нее рот, вот она поедает сахар, а сзади, из-под хвоста, из флоаки, у ней как раз и выходит ахиловый спирт. С2H5H. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному, это называется экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся, мочатся мочой, и когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, на всех углах у вас его продают. А если два года отстаивают, отсаживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло называется вино сухое марочное. Стоит оно в два раза дороже, орден, медаль при летах сбывается намного успешнее. Очень многие люди, особенно молодые женщины, почему-то любят шампанское. Вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю. И тоже с удовольствием расскажу, так как специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснотарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков пяти разных сортов. Основной сорт винограда шампань. В зависимости от соотношения этих соков получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и блюд. Пять сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. У них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штольни выставлены отверстия для бутылок. И вот они новый урожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольни плюс 14 градусов. Зимой летом не меняется. И два года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое уное зелье. И когда через два года процесс уже подходит к концу и пора план выполнять. Они открывают штольню, закатывают прожектор и врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывают понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют, газами исходят, нагазовывают в эту бутылку, газку подпускают. И вот почему-то пьяницы в шампанском больше всего как раз ценят вот эти вот газы. Как он пьяница хлебанет с шампанского, как они ему в нос шибанут, но совсем ему от этого хорошо. Интересно, что эти бактерии способны переработать в алкоголь не обязательно сахар, вообще любую органику. И вот на гидролизных заводах перерабатывают древесные опилки, замачивают опилки, запускают дрожжи, есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. Вонище стоит страшное на этих заводах, я был тоже на них, смотрел. У Высоцкого даже песня была, и если водку гнать не из опилок, то что бы нам было с 3-4-5 бутылок. Да, действительно, вот эту гидролизную паленую водку как раз делают, и этот спирт делают из древесных опилок. Эти бактерии способны переработать в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, из Алтайского края, и у нас летом есть тонкая и хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет полки водорожей, как туда подбросят, ой, как там начинается процесс, и с газом, и с запахом, и с пеной, и вот так мимо туалета проходишь кисловатым, то ли полусухим, то ли полусладким, но вот чем-то педагоги, если не дай бог вам еще где-нибудь когда-нибудь перепадет вот этот фужер шампанского и ударят вам в нос эти газы, то теперь-то я вас уверяю, вы обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху перед смертью поднапукали в бутылку, ну и вам с этого пука тоже, как говорится, досталось. Тоже досталось. Нет в организме человека ни одного органа, который бы не разрушался алкогольным ядом. Но самые сильные изменения и в самое, к сожалению, первую очередь наступают в головном мозге, потому что именно там этот яд имеет свойство накапливаться. Крошка пива, стакан вина, принятые волнуты, спирт всасывается в кровь, с кровотоком идет в мозг и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И механизм этого разрушения давным-давно известен. Механизм очень простой. В 1961 году три американских ученых физика Найсли, Москау и Пеннингтон сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайшие сосуды сетчатки, сбоку дали подсветку и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что увидели физики? Они увидели стенки сосуда и красные, белые, кровяные тельца. Все это текло, все это они снимали на пленку. В один из понедельников посадили очередного клиента, глянули ему в глаз свяхнули. У человека по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов красных кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до 1000 штук. Они их образно назвали виноградные гроздья. Физики перепугались, а человек сидит вроде ничего. У второго, третьего нормально, а у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили, эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива, он эту кружку пива высосал, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь, это известно давным-давно. В пробирочку наливается немножко крови человеческой и капается несколько капель водки. Прямо на глазах кровь сворачивается хлопьями. Оказывается, в сосудах алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением прочитали, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты. Он снимает эритроцитов в слабый отрицательный заряд. И они, вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слепаться. Но если для больших сосудов в руке, в ноге эта склейка может быть особой опасности не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов и они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает и такой синий-фиолетовый цвет нос приобретает. Иногда у алкоголиков можно даже увидеть сеточку отмерших сосудов на лице. Обратите внимание. Но в голове, в мозге у всех людей, в том числе у детей, которых для забавы травят пивом, у всех ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейронов в конечном счете питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что эритроциты для нормального питания могут протискиваться только в один ряд. И вот когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрона человека навсегда безвозвратно погибает. После каждой так называемой культурной или умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейрона. И когда врачи вскрывают любого так называемого культурно или умеренно пьющего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину. Сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур. Это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они удивляются не тому, как разрушен мозг, они всегда удивляются, как с таким мозгом он мог продолжать жить. Таким образом, алкоголь это самое мощнейшее средство, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ. И превратить людей, из людей мыслящих, творческих, вперед нацеливых, просто в двуногое рабочее стадо. Съединить спиной и слюхое как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздник. Пьяницы, они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем. Слов-то каких понапридумывали. Но мы-то трезвые люди видим, человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил, окосел, второй стакан заглотил, поднялся, орать начал, руками махать, третий стакан заглотил, вот тут уж не знаем, то ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Вот что происходит? Почему человек от алкоголя дуреет? Я когда был совсем молодой, только закончил физмат-школу, поступил на первый курс университета, нас вечером собрали в красный уголок. И перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в желтых ботильках, в галстуке, целый час нам читал лекцию, что с чем пить можно, а чего нельзя, что мешается, что не мешается, чем закусывать, как тосты произносить. В общем, всю так называемую культуру употребления этого самого опасного на земле наркотика, алкоголя, нам, 17-летним, он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали. И у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель, и вот он эту лапшу алкогольную, извините, на уши вешал, вешал, и тут один парень, мой земляк из рубцовки, он говорит, да ладно, бросьте вы, вы лучше нам на пальцах объясните, вот почему человек с алкоголя дуреет? А он так оскорбился, ну что вы, ну зачем же так грубо, дуреет? Конечно, если он не культурно напьется, не умеренно напьется, а я, говорит, вообще-то и не знаю, но у меня есть идея, наверное, у человека в голове есть дурость, и вот он алкоголенно пьется, дурость с него выходит, он дуреет, а проспится, он же умнее становится, дурость-то с него повыходила, ну, похохотали мы, и мы над его наивностью, а что же происходит на самом деле? Никакой дурости у человека в голове нет, все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу, пиво, вино, водку, шампанское, коньяк, марш, разницы нет. Сперт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты, эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга, клетки мозга начинают кислородно голодать, клетки мозга начинают в массовом порядке погибать, нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть, вестибулярный аппарат, их вот так начинает болтать. У вторых разрушается нравственный центр, про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы никогда, так все понятно. человек под действием алкоголя становится сумасшедшим, у него клетки контролирующие поведение убиваются алкоголем, у третьих разрушается память. Медицина знает тысячи случаев, когда наутро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил, у него вместо клеток, которые должны были запомнить вчерашний день, рубец палит с толщиной. Владимир Высоцкий в 42 года погиб от алкогольно-табачных наркотических отравлений. Он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых. И в одной из песен написал, ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями. Все клеточки за вчерашний день поубивал, а две чудом остались живы и запомнили, стенки-то вчера оказывается были с обоями. Что же происходит дальше с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань, температура под черепом 36 градусов. Эти клетки начинают гнить и разлагаться. И вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли пьяницы с похмельем. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг, организм вынужденно закачивает под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит клещами голову пьяницы с похмельем. Эта жидкость растворяет убитые клетки и наутро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, уважаемые коллеги, обязательно запомните на всю жизнь и расскажите своим ученикам абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Причем много пива выпил, много мозгов унитаз сольешь, мало пива выпил, мало мозгов унитаз сольешь, но сольешь в любом случае потому, как такова природа этого наркотического яда алкоголя. Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт, алкоголь это универсальный растворитель. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглотил пиво, вина, разницы нет. Молекула спирта подходит к молекуле жира, взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот именно через это алкогольное повреждение клетки, внутрь клетки может попасть плохая экология, химия, шлаки, яды, может другую молекулу алкоголя внутрь затянуть, а здесь ведь ядро, хромосомы. В конечном счете данная клетка может просто погибнуть. Хорошо, поставьте потом. Данная клетка может просто погибнуть. Вы скажете, а что нам жалеть клетки, у нас их миллиарды. Я согласен, особо нам клетки жалеть не надо, но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это так называемые половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачипи и родиться дети. Если не дай бог такую клеточку повредит алкоголь, то родится вот такой вот дебильный ребенок. Я вам сейчас покажу, я специально в школах старшеклассникам показываю. Родится вот такой вот дебильный ребенок. Потом подойдете, посмотрите поближе, у кого зрение плохое. Нет, по рядам не надо, потом. Либо вот такой вот олигофрен. Ему 16 лет, я специально старшеклассникам, ровесника показываю, но по размерам он с пятилетнего, а развития вообще никакого. Либо вот такой вот урод. У нас родился в Новосибирске. Либо вот такой с поврежденной ротоносовой полостью. Это тоже родительский алкоголь. Либо вот такой урод родился в Новосибирске. У него есть рот, есть уши, он звука боится. Но нет носа, нет глаз. Кстати, оба родителя у него с высшим образованием. Культурно выпили на свадьбе, выродили вот такого рода, естественно, сразу сдали его на шею государства. Особенно страшная картина происходит, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой рождается двойня. Вот все эти сиамские близнецы это алкогольно поврежденный зародыш двойни. И я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось недавно существо. У него одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И вот меня студенты все время терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько можно на праздник выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые коллеги, тоже запомните на всю жизнь и расскажите своим ученикам, что научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю, для русского человека равна нулю. Не существует для нас с вами безопасной дозы алкоголя. Она просто тождественно равна нулю. Меня дальше студенты терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Но ведь тысячи лет пьют французы. Почему до сих пор не спились французы? Почему не спились итальянцы? Почему не спились евреи? Объясните, почему не спились, скажем, грузины, армяне, молдаване, ну те, кто эту отраву производят и продают, они-то почему до сих пор не спились? Под этим, как ни странно, тоже есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь дигидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот, этот фермент очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них бродит в желудочно-кишечном тракте, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы, русский и северный народ, алкоголь дигидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному Чукче, Ханту, Якуту, Ненцу, им пять раз наливают по сто грамм, на шестой раз они все уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи сто лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на пять градусов смертность от алкоголя возрастает в десять раз. Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожено около 60 малых народов Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже 16-й год уничтожают и великий русский народ. Уничтожают наши народы. Исключительно алкогольной войной, которая ведется по самым страшным и беспощадным правилам. И никто в нашей стране об этой войне даже и не слышал и даже и не подозревает. Несколько слов о табаке. В состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, декоть, смолы, эфирные масла. Ядовитость дыма сигареты, прошедшего лучший американский фильтр, в 4 раза превышает ядовитость выхлопа автомобиля КамАЗ. Причем из этих 196 компонентов 14 являются наркотиками. И человек, который ходит, сосет сигарету, он является не тем иным, как обычным табачным наркоманом. Он табачный наркоман. У него зависимость по 14 наркотикам, которые содержатся в этом ядовитом табачном дыме. Так вот, когда человек засасывает в легкие всю эту отраву, моментально через легкие эти 196 ядов всасываются в кровь, и защитная реакция организма, по всему организму происходит спазм сосудов. Происходит спазм сосудов. Вот он затянулся сигаретой, спазм сосудов, выдохнул, сосудики отходят, еще отраванулся, спазм отходят, спазм отходят. Мы посчитали, в среднем курильщик за 8 лет около 1 миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосуда. А теперь представьте, человек с пивной залил себя кружку пива. Но это же не будет, как на бензоколонке сразу 4 литра со шлангов себя заливать. Ему до следующей кружки что-то надо сидеть делать. И он естественно достает сигарету и закуривает. Когда человек залил себя кружку пива, спирт сосался в кровь, повредил скреевые эритроциты, эти эритроциты пошли гулять по кровеносной системе склейки, позакупали сосуды, в том числе позакуривали сосуды на лице. Морда лица у него красная морда стала, но кровоток через эти сосуды прекратился. Кстати, вот такое раздутие сосуда в области разветвления раздутия сосуда называется в медицине аневризма сосуда. Аневризма. А теперь он достает сигарету и делает затяжку. По всем сосудам идет спазм, в том числе в этом месте сосудик пытается спазмировать. А стеночка натянута, а стеночка изношена, а давление снизу нешуточное подпирает. И при очередной затяжке стенка сосуда не выдерживает, прорывается, и в этом месте происходит микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, эта болезнь называется микроинсульт. Человека может парализовать, может парализовать у насовсем. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, болезнь эта называется микроинфаркт. Поэтому также запишите себе помните, что алкоголь плюс табак это быстрая и верная смерть. Причем алкоголь, табак усиливает убийственное действие алкоголя. Многократно усиливает. Но и алкоголь усиливает ядовитое действие табака. Когда курильщик засасывает внутрь себя ядовитый дым, часть дыма оседает на слюне. И слюна у курильщика становится ядовитой. Все курильщики об этом знают и постоянно эту слюну сплевывают. Обратите внимание, зимой все автобусные остановки заплеваны, закарканы этими курильщиками. Но они не всегда имеют возможность сплюнуть эту слюну. Иногда они вынуждены ее и проглотить. Но ведь глотают они не слюну, а 196 ядов, которые в этой слюне растворили. Но на их счастье значительная часть этих ядов не растворяется в воде. И она так насквозь и прохрена. Но если он эту курятину запивает пивом, спирт растворяет почти все 196 ядов. Растворяет, всасывает, разгоняет по всем клеткам организма и убивает человека намного эффективнее. То есть если курива запивать алкоголем, смерть наступит еще более быстрее. И чтобы я вам здесь не показался человеком, который нагнетает излишние страсти, я должен вам сказать, что наша медицина законно гордится, что 60% мужчин трудоспособного возраста умирают в России от каких-то загадочных, невесть откуда вдруг на нас свалившихся сердечно-сосудистых заболеваний. Вот я вам за одну минуту показал сердечно-сосудистые заболевания, которые убивают 60% молодых мужчин в нашей стране, убивают их, уничтожают алкоголем и табаком. Что происходит дальше с этими сосудами? Затяжка, спазм, затяжка, спазм. И вдруг при очередной затяжке спазм происходит настолько сильный, что сосуд схлопывается. И назад мне отходят стенки. Такое схлопывание сосуда в медицине называется облитерация сосуда. Облитерация. Если облитерация произойдет в печенке, селезенке, в желудке, организм найдет способ подвести кровь с другой стороны. Но если облитерация произойдет в пальце руки или в пальце ноги, с этой стороны то кровь неоткуда подвести. И у человека почти мгновенно развивается болезнь, которая называется облитерирующий эндортериит. В чем его суть? У человека схлопывается сосуд в каком-то пальце ноги. Если этот сокровь перестает в палец поступать и палец опухает. Опухает палец. Если этот палец срочно не отрезать, то через какое-то очень небольшое время он начинает гнить, просто гниет мясо. И начинает опухать стопа. Если не успеть отрезать стопу, гниение распространяется на стопу, опухается нога по самый пах. Если не успеть отрезать ногу по самый пах, иногда и этого не успевает, то человек умирает от заражения крови от гангрены. Все увидели фильм «Белое солнце пустыни». Там свою последнюю роль сыграл замечательный актер Павел Успекаев. Помните, таможенник Величадин, за державу обидно. Так вот, никто не знает, от чего умер Павел Успекаев. А он был неодолимый курильщик. У него в 51 год началась гангрена на левой ноге. Ему отрезали левую ногу, и врачи сказали, будешь курить, отрежем и правую ногу, и обе руки. Но он был такой страшный табачный наркоман, что от табака отказаться даже не смог, под страхом полного инвалида. И он, кстати, продолжал курить, и снимался уже в фильме на протезе. Будете смотреть, в очередной раз обратите внимание. И продолжал курить. И прямо на съемках, а они снимали в Прибалтике на юных песчаных этот фильм, у него началась гангрена на правой ноге. Его не успели довезти до госпиталя, чтобы отрезать и правую ногу. Он от этой болезни умер. Самый лучший вратарь 20 века, вратарь республики, наш вратарь, Лев Иванович Яшин. И даже фанаты Динамо не знают, от чего он умер. А он был, оказывается, 9 месяцев он жил на костылях и продолжал курить. Хотя врачи говорили, будешь курить, отрежем и правую, и обе руки. И у него началась гангрена на правой ноге. Он 3 дня не давал ее отрезать. Когда он уже потерял сознание, ногу отрезали, было поздно, он от этой болезни умер. Я был в сосудистом отделении нашей областной клинической больницы, я ахнул. Сколько молодых людей там отрезают руки и ноги. Это просто какой-то кошмар. Поэтому те, кто так же, как и я, никогда в жизни не курил, я вам советую никогда не прикасаться к этой наркотической отраве табакой. А те, кто курил, я вас уверяю, что в молодом и зрелом возрасте намного легче и проще отказаться от этой страшной отравы, чем потом, как говорится, инвалидам раздумывать, подыхать тебе инвалидам или продолжать сосать это наркотическое табачное пойло. Что же делать? Что же делать в нашей ситуации? Единственное, что может нашу страну спасти от гибели неминуемой. Кстати, точно так же уничтожили индейцев в Америке. Кто из вас при советской власти заканчивал высшее учебное заведение? Поднимите руки. Так вот, я вас обрадую. Все мы изучали общественные науки и все мы обязаны были прочитать брошюру Энгельса под названием «Роль труда». Так вот, в этой брошюре на второй странице вот такими большими буквами написано, что главное оружие, которым уничтожили индейцев в Америке, был алкоголь. А дальше он пишет, что главная причина распространения табака, алкоголя и других наркотиков это их доступность. Доступность их. не фантастическая доступность приведет к тому, что общество от этого дела погибнет. Вот, собственно говоря, это точка зрения Энгельса. Так вот, единственное, что спасет нашу страну от гибели, а народ от вымирания и вырождения, это немедленное введение в стране сухого закона. Вы скажете, Владимир Георгиевич, вы что, глупый человек? Разве вы не знаете, что купленное на деньги алкогольной мафии телевидение уже давным-давным-давно убедило весь наш народ, что в демократическом государстве никакие запретительные меры ни к чему хорошему привести не могут? Вы разве об этом не знаете? Я все жду, когда эти демократы, сексуал-демократы и гомосоциалисты, которые сейчас у власти, когда они призовут отменить Уголовный кодекс Российской Федерации. Я недавно его перечитал. Это вот такой том. Там сплошь одни запретительные меры. По 15 статьям до сих пор предусмотрена смертная казнь. Так давайте отменим. Ну раз запретительные меры ничего хорошего не дают, давайте отменять Уголовный кодекс. Хочет он людей порезать, пусть идет режет. Мы зачем запрещаем? Запретный это плод сладок, ему еще больше насиловать, да ради Бога. Зачем запрещаем? Ну может запрет это еще больше хочется насиловать? Да что за глупость? Общество это есть запреты, которые общество на себя налагает, соблюдает, а за нарушение некоторых запретов жестоко наказывает, в том числе и жизни лишает. Общество без этого жить не может. Не-не-не-не-не-нет, Уголовный кодекс оставим, оставим. А вот с алкоголем не дай Бог сухого закона ни в коем случае нельзя, будет в миллион раз хуже. Я вас хочу обрадовать. В нашей стране 87 лет действует сухой закон за рулем. 87 лет в нашей стране действует сухой закон за рулем. Каждый нетрезвый водитель за рулем должен быть наказан, остановлен, лишен водительских прав и крупно оштрафован. Это и есть сухой закон наказания за алкогольное одуманивание. Давайте отменим сухой закон за рулем. Давайте отменим. Но раз он сухой закон ничего хорошего не дает. Знаете, что будет? А я вам скажу, что будет. Сейчас по статистике 1% водителей за рулем ездят пьяные. 1%. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех дорожно-транспортных происшествий и 56% смертей на дороге дает 1% пьяных водителей. Давайте отменим завтра сухой закон за рулем. До каждой 2-й пьяный за руль полезет. Нас же с вами и детей наших передавят. Правда? Ни у кого нет мысли отменить сухой закон за рулем. Ошибаетесь? 8 лет правые партии в Государственной Думе визгом визжали отменить сухой закон за рулем. Нарушение прав человека. Как это так? Человек пиво напился, ему за руль не сядь. И я вас уверяю, отменят сухой закон который принимает вот эта дума все направлены на наиболее быстрое уничтожение народа населения нашей страны. В том числе вот этот закон о монетизации игот. Что сделал этот закон? Он лишил горожан реальных игот, а деньги шальные пошли в деревню на пропой. Эти шальные деньги, которые в деревню сейчас дали, они все туда, туда вслед за ними поехали торговцы с алкоголем. Они все будут и все там они пропивают, чтобы еще скорее деревню упоить, уже до самого конца. А что вы скажете, скажем, против сухого закона для детей? Вон был бы я мэром вашего города, я бы устроил сухой закон для детей и молодежи в городе Чебуркуле. Я бы устроил, я вам говорю совершенно серьезно. Как? Я бы собрал горожан или по телевизору облатился бы и сказал, люди, кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили и курили? Есть среди вас такие, кто бы хотел, чтобы ваши дети пили и курили? Нет таких сумасшедших людей. Я, кстати, прихожу в любой пятый класс любой школы и спрашиваю, дети, кто-нибудь из вас хочет, чтобы ваши родители пили и курили? И нет ли одного ребенка, который бы хотел, чтобы его родители пили и курили? Вы представляете, мы не хотим, чтобы пили, курили, гибли наши дети. А дети не хотят, чтобы пили, курили, гибли мы. Так не пора ли нам наложить мораторий, запрет, найти опаснейшие испытания, оружие массового уничтожения нашего народа алкоголя и табака? Я бы получил добро от горожан, и я бы взял циркуль, и на карте города Чебаркуля, она вон лежит у вас, кстати, радиусом 500 метров вокруг каждой школы, детского, лечебного, учебного, спортивного, зрелищного учреждения, провел бы 500 метровые вот такие радиусы. И сказал, вот это зоны трезвости. Тут находятся наши дети. В этих зонах 500 метров от каждого не должно быть ни одной рекламы, ни одного ларька, ни одного магазина, ни одного ресторана, где бы людей травили алкоголем и табаком. Вы скажете, в городе Чебаркуле не найдется ни одного места, где можно продавать эту отраву. Прекрасно, батенька, прекрасно. У вас за городом на выезде есть городские свалки. Я видел возле Мессаша, там свалка. О! Вот за этой свалкой я бы за счет мэрии расчистил площадку, заасфальтировал и сказал, вот за этой свалкой у нас будет зона пьянства и курения. Ради Бога, торговцы, я что вы, я демократ, я против сухого закона, не вздумайте меня обвинить, но я за сухой закон для детей и молодежи. А вот там, за этой свалкой, пожалуйста, ставьте ларьки, ставьте рестораны, ставьте увеселительные для заведения, ставьте игровые автоматы, ради Бога, ставьте рекламу любую на этой пьяной площади, доказывайте, что пиво Невское, лучше пиво Клицкого, но ни один ребенок туда за 5 километров не пойдет, правда? А если пойдет, у всех недоумение вызовет, что это он в этот гадюшник пошел? Ни одна женщина приличная, наверное, педагог туда не пойдет, все дети, послушают, она с ума сошла, пошла в этот гадюшник. Ну а тот, кто уже без этого не может, он туда и на карачках доползет. Вы скажете, это социальная утопия, ни в коем случае. В 1998 году мне посчастливилось принять участие в 64-м Всемирном конгрессе Международной организации гуманизма и трезвости. Этот конгресс проходил в Северной Швеции в городе Эстерзут. И мы, большая делегация, еще до обвала доллара, 6 рублей доллар стоил тогда, и мы, большая делегация от Украины, Белоруссии и России на автобусе поехали на этот конгресс через Финляндию, через залив, и мы приехали на день раньше. И на следующий день пошли по магазинам. В центре города гигантский магазин, целый квартал занимает, называется Донус. В этом магазине есть абсолютно все. Про что не подумаешь, оно там есть. Единственное, чего там нет, так это пиво, вино и водки. Нас после пьяной Москвы и Санкт-Петербурга это настолько поразило. Ну нет, нигде. Я подхожу, соками торгуют. У продавщицы по-английски спрашивают, у вас пиво есть? Она говорит, ноу, ноу алкоголь, ноу. Она аж испугалась. Много алкоголя? Нет алкоголя. Третий, пятый магазин? Нет нигде алкоголя. Я у шведа, который с нами ходил, спрашиваю, я говорю, у вас что, сухой закон? Он говорит, пока нет, пока нет. У нас за городом, за свалкой есть один магазин, который торгует алкоголем три часа в день. И все алкоголики со всей области ездят в этот магазин отовариваться алкоголем. Но алкоголь там продают только по предъявлению паспорта. Данные паспорта заносятся в компьютер. И по месту жительства в полицейский участок идет сообщение. Ждите, дурак приедет. Дурак приедет. Проблемы будут. И у них в этом магазине бутылка водки стоила 24 американских доллара. 700 рублей. А пачка сигарет 8 долларов. Так вот, Швеция, первая страна, где я действительно увидел люди, к людям, которые употребляют алкоголь и табак, они к ним относятся как к людям сумасшедшим. Они сумасшедшие люди. У них не все в порядке с головой. Они травят себя, травят окружающих, да еще такие бешеные деньги за все это платят. Ну ясно, что не в полном порядок у них с головой. Мы жили 8 дней в Эстерзунде. Я за 8 дней не видел ни одного полицейского форума. Я за 8 дней не видел ни одной конфликтной ситуации на улицах. А у них круглые сутки под окнами стоят детские коляски, велосипеды, машины. Мысли нет ни у кого. Нагадить, что-то, ну, трезвые люди, не пропившие стыд и совесть в этом городе шведском живут. Мы все хотели увидеть хоть одного пьяного. За 8 дней видели двух пьяных в городе. Один швед, а один, к сожалению, наш соотечественник. Причем люди идут мимо, детей прижимают, как мимо прокаженных. Ну, сумасшедший человек, что ему, палкой ребенка стукнет. На этом конгрессе выступала министр труда Швеции. А молодая, белокурая женщина вышла и в зал заявила, 8 из 16 членов правительства Швеции являются членами вашей трезвой организации. Принципиально нигде и никогда не употребляют ни алкоголь и табак. Представители 112 стран мира встали и устроили ей овацию. А дальше она сказала, как министр труда должна вам сказать, что в Швеции чайку налейте мне, пожалуйста, что в Швеции есть проблема безработицы. Но на 99% проблема безработицы связана с оставшейся алкогольной торговлей. Люди, которые ходят в алкогольный магазин, работать не хотят. Они получают большие социальные посуды, их там пропивают. А если их нам удается все-таки устроить на работу, они не могут показать нужное шведское качество труда. И дальше она сказала, что правительство Швеции, по примеру правительства Норвегии, ставит задачу в 2000 году прекратить алкогольную торговлю. А в Норвегии с 2000 года фактически прекращена и продажа табака. А знаете почему? Да потому, что в Норвегии и Швеции есть король и королева. Они норвежцы и шведы. И они любят свой народ. Это их народ. Это их страна. И они хотят, чтобы выросло здоровое, молодое, полноценное поколение. Кстати, Норвегия и Швеция это две самые богатые, самые бурно развивающиеся страны Западной Европы. А Норвегия 30 лет держит первое место в мире по зимним видам спорта. Их там живет то 4 миллиона. В три раза меньше, чем в Москве. Вот на что способны трезвые люди. Вы когда-нибудь слышали об этом? Где-нибудь? А что вы скажете по поводу, скажем, сухой закон для себя? Вот у меня в моей семье уже действует с 83-го года 23 года сухой закон для себя. Я когда прочитал доклад Углова, у меня волосы зашевелились. Я тут же вспомнил родную мою деревню, которую уже в 83-м году уже не было в деревне ни одного живого пенсионера механизатора. Я тут же и понял, что Ранорд действительно Углов в этом докладе написал. Наш народ целенаправленно как индейцев в Америке уничтожают алкоголем. Я проверил все цифры Углов прав. Я пришел домой и все вылил. И у меня в семье 23 года сухой закон. Дети у меня трезвые, друзья у меня все трезвые, праздники у меня все трезвые, родня у меня практически вся уже трезвая. Мы трезвые люди имеем шанс выжить в этой ситуации. Те, кто с пивом, с сигаретой, с шампанским в бокале, это уже на них крест поставлен, они уже отработаны материалы. Кстати, самое страшное, что может сделать алкоголь, это уничтожить целые народы и вынести их навсегда с лица земли. И примеры подобных трагедий история уже знает. Алкоголем были уничтожены индейцы в Америке, 60 миллионов человек уничтожили. Сейчас жалкие остатки в резервациях за колючей проволокой доживают свой век. Места для них так и назвали резервации, места для сохранения. Зоопарки для индейцев. Но мы-то должны выводы, какие-то из этого делать с вами. Мы же интеллигенция, мозг нации, а не просто так. О том, что алкоголь это оружие массового уничтожения целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности Гитлер. В 42-м году Гитлер, формулируя основу оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок, только водка и табак. Восклицательный знак. Ни школ, ни больниц, учителей, кино, газет, водка и табак. Но Гитлер знал, чего хотел. Гитлер знал, что водка и табак вылетут ненавистных ему славян с лица земли через одно поколение. Он историю уничтожения индейцев, в отличие от нас, изучил доскональнейшим образом. А в недрах СС этой преступной фашистско-масонской организации был разработан детальный план уничтожения с помощью алкоголя великого украинского народа. Были созданы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг. Вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти эти книги на костре сжечь. Сам должен был сжечь. Таким образом эсэсовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа книги и выродить народ с помощью алкоголя. Чтобы покончить с этим алкогольным геноцидом, а то, что творится у нас в России, это самый настоящий алкогольно-табачный наркотический геноцид нашего народа. У нас в Новосибирске развалины все заводы, все заводы развалины. Единственный завод, который в четыре смены работает, это завод Винап. Заливает всю Сибирь пивом, вином и водкой, но этого мало. Рядом построили другой гигант, Красный Восток прямо рядом через дорогу, чтобы уже допоить до конца, залить под голову наших детей в деревнях и городах этим пивом. Гитлера-то нет, а политика-то Гитлера реализована на сто процентов. Я в Академгородке в три часа ночи выхожу на любой перекресток, вот так вот повернусь, я вижу как минимум три торговые точки, которые круглые сутки торгуют сигаретами, пивом, вином, водкой, а сейчас уже в них и наркотиками притарговывают. Политика-то Гитлера реализована, последнее, что исчезнет, это алкоголь и табак, причем доступны с алкоголя просто фантастические. У нас этим летом в Академгородке бутылка пива стоила дешевле бутылки минеральной воды, и ребенок, чтобы напиться, выбирает что? Пиво выбирает, оно дешевле и престижнее для него, клинским этим самым травиться. Я очень много езжу по стране, и я вдруг обнаружил, что люди так и не поняли, что с нами произошло. Как так могло случиться, величайшая в мире держава, и вдруг ее развалили на куски, превратили в нищих и пустили по миру с протянутой рукой. Неужели это случайность на стыке тысячелетий? Никакой случайности, к сожалению, здесь нет. В феврале 1985 года, когда стало ясно, что у нас умрет очередной генеральный секретарь Черненко, на свое очередное соседание собралось мировое правительство. Это страны Большой Семерки во главе США. И именно в 1985 году они приняли окончательное решение уничтожить нашу с вами родину Союз СССР и разделить Союз СССР на 52 карликовых независимых государства и заставить эти государства между собой конфликтовать. Вы спросите, какой резон мировому правительству делить нашу страну на 52 государства? По оценкам ведущих экономистов Запада, к 2015 году будут полностью истощены природные ресурсы западных стран. И единственная нетронутая кладовая это одна шестая часть земли, где нам с вами посчастливилось родиться и расти. На разрушение Союза СССР они бросили сотни миллиардов долларов. Эта программа получила кодовое название «Гарвардский проект». На эти деньги была куплена вся верхушка КПСС, были куплены все князьки на местах, были куплены все средства массовой информации. И в 1991 году на эти миллиарды долларов им удалось сделать то, что не смог в свое сделать время ни Гитлер, ни Наполеон разрушить великую Россию, которая называлась Советский Союз. Мы с вами свидетели второго акта этой вселенской трагедии. Идет разрушение Российской Федерации. Этот план получил название «Хьюстонский проект». На него выделены десятки миллиардов долларов. И то, что творится в Чечне, вот все эти теракты по всей стране, они оплачены вот этими зелеными преступными бумагами. Но вторую часть своего людоедского плана, а мировое правительство это людоеды 20-21 века, тут уже нет никакого сомнения, они поначалу скрывали. А потом цинично обнародовали его. Оказывается, в 85-м году они поставили задачу-минимум в отношении народонаселения Союза СССР. К 2020 году вдвое сократить народонаселение. За 35 лет каждого второго в нашей стране убить. Причем убить не столько войной, сколько старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а молодое поколение уничтожить развратом, который будет внедрен, уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. И вот сейчас на алкоголизацию, наркотизацию и разврат нашей молодежи Запад тратит десятки миллиардов долларов. Вот с этими миллиардами долларов мы, честные люди, как партизаны, и ведем отчаянную борьбу в своей собственной стране, чтобы спасти своих детей и внуков от уничтожения. Но аппетиты у этих людоедов растут во время еды. 16 лет назад видный деятель тайного мирового правительства Маргарет Тэтчер, это бывший премьер-министр Англии, выступая публично и касаясь политики Запада в отношении России, она обронила загадочную фразу. Она сказала, по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно оставить проживать на территории России 15 миллионов человек. Переводчик думал ослышался, перевел 50, его тут же поправили. Ноу-фифти, фифтин, пятнадцать, а куда остальные 135? Нас было 150 миллионов, а остальные 135 пойдут под алкогольный, табачный и наркотический нож. Шесть лет назад в Москву приехала Мадлен Олбрейд, бывший госсекретарь США, тоже видный деятель тайного мирового правительства. И выступая в Москве перед так называемой демократической общественностью, она повторила ту же фразу, но только в более мягкой форме. Она сказала, по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек. А куда остальные 130? Нас уже 145 осталось. А остальные 130 пойдут под алкогольный, табачный и наркотический нож. Я решил поинтересоваться, кого эти людоеды решили оставить жить на нашей земле. Два миллиона это обслуживание Транссибирской железнодорожной магистрали кратчайший путь из Японии в Европу. Это обслуживание самых грязных химических металлургических производств. Это обслуживание мировых ядерных могильников, в которые будет превращена наша страна. Кстати, вот эта вот Путинская Государственная Дума приняла закон о превращении России в мировой ядерной могильник. У нас по всей Сибири идет строительство первокласснейших дорог под программу захоронения мировых ядерных отходов. Не нужны этим людоедам ни наша история, ни наша культура. Мы с вами им не нужны. Им нужны наши природные богатства, им нужны наши природные просторы. Недавно на русский язык была переведена книга Джона Коллимана под названием Комитет трехсот. Джон Коллиман полковник английской разведки. 30 лет служил в разведке и изнутри изучал тайные механизмы управления глобальным мировым политическим процессом. И вот в этой книге он пришел к научно обоснованному выводу, что всей глобальной мировой политикой заправляют 300 богатейших семейных кланов мира. Он их так и назвал Комитет 300. Эти 300 богатейших семейных кланов связаны между собой жесточайшими тайными масонскими связями. Они определяют всю мировую политику. А вот эти вот президенты семерка вот этой страны это мелкие шавки и пешки, которые полностью выполняют волю вот этого Комитета 300. Так вот этот Комитет 300 в 70 году прошлого столетия заказал важную научно-исследовательскую работу. Когда работа была выполнена, результат оказался ошеломляющим. Выяснилось, что природные ресурсы на земле ограничены. И для комфортного проживания в третьем тысячелетии на всех землях природных ресурсов не хватит. А хватит только для одного миллиарда человек. И это мировое правительство и Комитет 300 сформулировали теорию золотого миллиарда. В течение 100 лет с 1970 по 2070 год на земле должно остаться не более одного миллиарда человек, для которых хватит природных ресурсов. Остальные 5,5 миллиардов людей подлежат безусловному и поголовному уничтожению. Кто же попал в этот золотой миллиард? Попало население США и Канады, Западная Европа, Восточная не попало, Израиль и Япония. Мы, русские люди, естественно, в этот золотой миллиард не попали. И вот это мировое правительство запустило программу глобального уничтожения народа, населения земли. Африку они уничтожают спидом и голодом. В Африке как раз в 1970 году появился спид. Африка обреченная страна, там почти половина населения уже заражено вот эти негры, которые к нам едут, они, каждый второй спидоносец едет сюда. Нас, северные народы, они уничтожают алкоголем. У нас нет защиты от алкоголя. А вот высоконравственные южные народы, мусульманские народы, они решили уничтожать просто войной, в наглую войну. И все вы знаете, что 11 сентября 2001 года были разрушены две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Все об этом слышали. Первое сообщение заведенило душу. 50 тысяч жертв. Крупнейший в истории человечества террористический арт. Спустя три дня 9 тысяч жертв. Спустя неделю 4 тысячи пропало без вести. Окончательные данные, в башнях погибло 1500 человек. В том числе 600 это пожарные и полицейские, которые приехали тушить спасать. 900 человек погибло в башнях. Где жертвы, Зин? Почему в башнях никто не погибло? Оказывается ровно за месяц до этого терапта по всем масонским изданиям было опубликовано прямое предупреждение, что готовится атака на Всемирный торговый центр. В течение месяца оттуда эвакуировали персонал, оргтехнику, компьютеры, даже сундуки с золотом вынесли. Кто погиб в башнях? Лифтеры, гардеробщики, буфетчики, уборщики, обслуживающий персонал. И даже в русскоязычном журнале под названием «Обустройство и ремонт». Это журнал для богатых в Москве издается. За 8 дней до теракта, 3 сентября, за 8 дней, на первой обложке была вот такая опубликована вызывающая картинка. Две башни Всемирного торгового центра. На их фоне белый флаг. В этом флаге знак, запрещающий автомобильную стоянку, нахождение. А в этом знаке опять две этих башни. Причем показано, где будут стоять радиомаяки. радиомаяками наводили самолеты. И показано, вверх черный сгорит, низ останется целым. А рядом простейшая расшифровка. Атака с воздуха 11 сентября. Все они прекрасно знали. Понимаете, это не просто поджог Рейхстага, это поджог тысячи Рейхстага. После этой глобальной провокации самый главный мировой террорист США сказали, плевали мы на все законы, плевали мы на вашу ООН, мы любую страну сейчас объявим террористов, начнем бомбить, пусть нам хоть кто слово скажет. Под эту марку они разбомбили Афганистан, под эту марку они разбомбили Ирак, они сейчас готовят удар по Ирану, по Сирии, будьте любезны и до нас с вами тоже доберутся. Меня три года назад вот в это же время пригласили в Завьяловский район Удмуртии. Удмуртия, республика тут рядом с вами, центр город Ижевск, а вокруг Ижевска вот таким вот колечком сельский пригородный Завьяловский район. На официальном бланке глава района женщина пишет, дорогой Владимир Георгиевич, ваши лекции против алкоголя, табака и наркотиков есть почти в каждой семье в нашем районе. В нашем районе в 17 из 19 сел люди организовали общество трезвости. Они борются за то, чтобы навсегда изгнать из деревень торговцев смертью алкоголем и табаком. Мы очень вас просим приехать в наш район. Все хотят на вас жильем посмотреть. Приедьте хотя бы на один-два дня. Мы вас встретим как самого дорогого гостя. Мне самому стало интересно, что это за такой район в России, где в 17 из 19 сел люди сами создали общество трезвости. Я выбрал окошко и приехал на три дня к ним в район. После обеда собрали всех учителей района, вот так же, как и вас, 300 человек. И я им читаю вот эту лекцию про алкоголь. Я, кстати, эту лекцию читаю абсолютно всем. Старшеклассникам, учителям, министрам, одно и то же всем читаю. Ни слова не меняют. Я им читаю эту лекцию, сидят учителя, слушают внимательно. А две молоденькие учительницы сидят и в нагло улыбаются. Ну, улыбаются, мало улыбаются, они соседи шныряют. Вы кого слушаете? Он же сумасшедший. Он что несет такое? 5 миллиардов людей. Он говорит, сумасшедший человек. Меня эти их улыбочки так за душу взяли. Я говорю, тут вот некоторые сидят и улыбаются. Так вот, говорю, чтобы этим некоторым больше вообще не улыбаться. Я вам приведу всего две цифры по вашему родному Завняловскому району. У вас за горой деревня Бабина. Этой деревне 400 лет. Я сегодня утром школьникам, старшеклассникам лекцию про алкоголь там читал. Так вот, в Бабинской средней школе на тот момент в 4-9 классах обучалось 68 учеников. 4-9 класса. В первый класс в деревне Бабина в том году пришло 6 учеников. За 10 лет пивом, вином и водкой уничтожено старинное русское село Бабина. Я говорю, вы знаете, что значит для каждого из вас вот эти две цифры? Вы, говорю, даже еще не представляете, что это за цифры. А эти цифры значат следующее. Через 30 лет, через 30 лет вот эти 6 учеников, если они не сопьются, если они не сопьются, каждый должен будет себя прокормить, как минимум ребенка одного своего прокормить. И вас 11 пенсионеров прокормить. Кстати, вас тоже. Как вы думаете, он один, 13 человек прокормит? Да нет, конечно. Знаете, говорю, что сделают эти 6 человек с вами? Они вас поубивают. Всех из гуманных соображений сразу же прокормить то не смогут. И наше чубайсовское телевидение уже ведет эту работу. Оно готовит массовое уничтожение старшего бесполезного поколения. Вы знаете, какая самая рейтинговая передача у молодежи? Последний герой. Там за 3 миллиона рублей съедают своего же бесполезного товарища, которым вот только что сидели, пили и ели. Понимаете? Ну его же там людонеты съедают, это же образ такой. Да когда на Руси такие игры-то были? Мы же всегда вместе спасались. Сам погибает, товарища выручает, а тут за деньги сожрали. Работают. Враг работает. Мы с вами ушами хлопаем. В стакан с этим пойлом смотрим, с пивом, по праздничкам. А враг-то ведь он ведь умный. Он ведь знает, что надо делать. Я, кстати, об этом рассказал своему другу. Он в Челябинске учитель истории. Он говорит, что ты мне про Завьялова говоришь? В нашей школе в Челябинске, он в заводском по-моему районе, восемь девятых классов, восемь. Вы, говорит, в этом году не можем набрать один первый. Нет семилетних детей. Мы по всему городу рыскаем, ищем семилетних детей, с родителями заключаем договор только в нашу школу. Мы за счет учителей наймем автобус желтый, привезем, увезем. Только что в нашу школу, только что был первый класс. Потому что нам сказали, не наберете первый класс, разгоним педколлектив, школу закроем, хоть в петлю лезем. Вы понимаете? Вот мы с вами, коллеги, уже и есть те самые индейцы. Мы с вами и есть индейцы. Вот эта пропитая, марионеточная, марионетка продажная Ельцин, он ведь совершил это дело. Он ведь обезлюден в наших городах и селах. Он же обезлюден. Он же совершил это преступление. У меня у старшей дочки родилась внучка. Сейчас вторая уже внучка родилась. Они год жили у нас. Ну мы помогали первый год с первой внучкой. Прелестный ребенок, прелестный ребенок. Но раз в месяц приходила врач и говорила страшные слова. Дайте подержать на руках единственного на моем участке абсолютно здорового ребенка. Единственного. Так это же академгородок. я не могу с внучками в песочнице поиграть. Там видно, что сидят больные дети. А вокруг папаши, мамаши стоят, сигареты сосут, пиво дуют. Кого они нарожают? Кого воспитают-то эти папаши и мамаши? Некоторые мне не верят. И правильно делают. Верить мне не надо. Вот для тех, кто мне не верит, я всегда зачитываю официальный документ. 7 сентября 2000 года в Независимой газете был опубликован доклад Игнатова, генерального директора информационного аналитического агентства при управлении делами президента Российской Федерации. Это главный президентский аналитик. И называется этот доклад «Стратегия глобализационного лидерства для России». И послушайте, что пишет этот чиновник, характеризуя современное положение. Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность мирового правительства, мировое правительство с большой буквы. Следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба нового мирового порядка. Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициации в масонских ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство узурпация власти в мировом правительстве хасидско-парамасонской группой требует скорейшего исправления. И далее он пишет, препятствием на пути нашей страны число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию мирового правительства. Выдвинув теорию золотого миллиарда, мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для нового мирового порядка. Как говорится, приплыли, дальше некуда. Это не сумасшедший профессор-патриот из Академгородка, это главный президентский аналитик, пишет доклад в нашей газете. Кстати, чтобы вы знали, хасиды, это самая реакционная секта еврейства, которая не только нас с вами за людей не считает, они половину евреев за людей не признают и готовы бросить их в эту топку своего безумного мирового господства. Еще раз повторюсь, единственное, что может спасти нашу страну от гибели и уничтожения, это немедленное введение в стране сухого закона. Немедленное. И за это мы должны с вами бороться. Всякий раз, когда я слышу об этой алкогольной проблеме, я вижу, как через всю нашу страну проходит гигантская алкогольная корыта с пойлом. И рвется к этому корыту наркотизированный народ. Кого мы видим возле этого корыта? Ну, мы видим с виду прилично одетых людей, которые рюмочками по праздникам с корыта черпают и в себя заливают. Это так называемые культурно пьющие люди. Кто-то с кружкой у корыта орудует, про этого говорят, пьет умеренно, меру знает кружку, знает. Кто-то с ведром лезет к корыту, это пьяница, а кто-то уже в корыто упал, с него туда побежала, это, естественно, кто алкоголик. Так что же нам предлагают делать в этой ситуации? Вот те, кто возле корыта с рюмкой и с кружкой, это самые ярые борцы с пьянством в нашей стране. Вот тут нарисована корыта, но, к сожалению, здесь в основном нарисованы пьяницы и алкоголики, а вот они, я бы вот этих культурно пьющих, да еще бы учителей нарядно надетых, впереди корыта поставил, они прикрывают это все дело, закрывают, чтобы дети наши, не дай бог, не увидели, чтобы они видели учителя с рюмочкой, но не уже алкоголика, который с бутылкой туда мочится в это корыто, понимаете? То есть здесь не совсем правильно нарисована идеологически эта картинка, но корыта, тем не менее, нарисована по следам моих, как говорится, вот этих лекций. Так вот, кого мы видим? Видим культурно пьющего у корыта чепану, залил, кружечкой, кто-то ведром, кто-то уже туда. Так вот, те, кто с кружкой и с рюмкой, особенно все, кто с рюмкой у корыта, это самые ярые борцы с пьянством в нашей стране, самые ярые. Они истошно визжат и кричат, оттаскивая алкоголиков от корыта, оттаскивая алкоголиков, миллионами тонн гибнут в корыте. Мешают эти алкоголики нам, нашу стресс, культурному алкогольному одурманиванию удовлетворить. Мы оттаскиваем алкоголиков от корыта, а на освободившиеся места молодежь с пивными кружками к этому корыту несется. Так что же нам делать-то с этим поганым корытом? Студия Киев-Научфильм в 1972 году отсняла фильм о поведенческих реакциях одномесячных поросят. Фильм был очень простой. От десяти разных свиноматок взяли по одному месячному поросенку, поместили в отдельный загон и начали снимать, как поросята будут себя вести. Поросята три дня пободались, подрались, а на четвертый день поросята сбились в стаю. Выделился вожак стаи, не самый крупный, но видать самый умный поросенок стал вожаком. Первый, второй, третий, десятый. И поросята зажили, как в природе стаи. Приносят корыто с кашей, первым вожак ест, за ним второй, третий, последний, последним. Все по справедливости. И тут кому-то пришла в голову глупая мысль. В корыто с кашей вылили трехлитровую банку пива, размешали и поставили. Подошел вожак, вот такой поросеночек, нюханул это пиво с кашей, у него аж глаза на лоб полезные. Он нюхал, нюхал, налево смотрел, нюхал, нюхал, направо смотрел и наелся кашей с пивом. Вслед за ним, уже не нюхая, наелись кашей с пивом и вся поросячья в стае. И поросята от пива одурели. Самый маленький бросился кусаться, драться на вожака. Драка, писк, ну все как возле пивной. Все как возле пивной, так у поросят все и произошло. Поросята разодрались, разбежались, по углам стоят, жмутся, друг друга боятся. Два дня у поросят проходило пивное похмелье. На третий день они залезали раны и опять сбились в стаю. Еще два дня спустя решили повторить этот эксперимент. Взяли кашу, налили пиво, размешали, поставили. Подошел поросеночек, вот такой маханький. Подошел, нюхал, нюхал кашу с пивом, нюхал, нюхал, налево смотрел, нюхал, направо смотрел, нюхал, вверх смотрел, вспоминал что-то, а потом взял пятачком и перевернул это корыто. Они думали, это случайность. Опять кашу, намешали пиво, поставили, он как только нюханул, ходом перевернул это корыто. Вы представляете? Даже у одномесячного поросенка с вот такими мозгами. И тому понятно, что с этим корытом-то надо делать. Надо перевернуть его раз и навсегда, пока всех нас не утопили в этом самом корыте. А многие, как говорится, еще и сомневаются, стоит ли от этого корыта за своей собственной рюмкой отходить. Кстати, так, я еще займу немножко. Кстати, в этом подходе, подходе к алкогольной проблеме существует два совершенно взаимоисключающих подхода. Один подход называется, это борьба с пьянством и алкоголизмом, а второй подход называется борьба за трезвость. Вроде бы и те, и другие против алкоголя, но на этом все и кончается. Что говорят борьба с пьянством и алкоголизмом? Они говорят, что надо бороться с пьяницами и алкоголиками. Вот от пьяницы и алкоголик в обществе все зло. И если бы пьяниц и алкоголиков всех бы убрать, в ЛТП там еще куда-то посадить, вот тогда все было в обществе хорошо, все бы культурно пьющие люди пили, и пьянства бы алкоголизма не было. И что говорят эти все люди, которые борцы с пьянством, они говорят, пейте люди, пейте, но пейте культурно, пейте умеренно, пейте хорошие вина, пейте по праздникам, но только пейте, пейте, вы только пейте, понимаете? Вы не вздумайте только трезво жить, вы пейте. Кому направлены эти призывы пить культурно и пить умеренно? Алкоголикам. Если вы, кто-нибудь из вас научит хотя бы одного алкоголика пить культурно, вам за это отольют золотой памятник и дадут Нобелевскую премию? Потому что это наукой доказано, что алкоголика научить снова пить культурно невозможно. Он наркоман, это бесполезное совершенно занятие. Ладно, значит, призыв пить культурно для алкоголиков бессмыслен, правда? Он может либо пить, либо не пить, либо пить и умирать, либо не пить и жить. Культурно пьющим людям. Какой смысл призывать культурно пьющего учителя пить культурно? Он и так культурно пьет. Еще культурней что ли пить? Тоже бессмыслится. А кого же призывают пить культурно эти вот борцы с пьянством? Они призывают пить культурно самых трезвых людей в нашем обществе, наших маленьких детей. Вот кого призывает эта теория. Вот кого. Дети, пейте, пейте культурно, пейте хороший вин, но вы только пейте, пейте Клинская. Самый умный, самый красивый, самый достойный бежит за Клинским, вы пейте. Вот против кого направлена эта теория. Эта теория направлена, чтобы сделать алкоголиками и уничтожить наших детей, маленьких детей. Вот для кого эта теория идет. А теория трезвости что говорит? Она говорит, люди, живите трезво. Кстати, я сам недаром, вот когда выступают все наши выступающие люди, мы всегда говорим, я трезвый человек. 23 года назад прочитал углово, навсегда стал трезвым человеком, навсегда, я навсегда трезвый человек. И это очень важно. Все сразу понимают мое отношение к этому яду, правда? А если бы я вышел и сказал бы вам, я, вы признаете, по праздникам пью, там, хорошие вины и так далее, чего бы я вам здесь мог рассказать, как вы думаете? Ну, о чем бы я с вами здесь говорил? О чем вы меня полтора часа слушали? К нам приехал Мейерович, кандидат педагогических наук. Лекция о вреде пьянства. Я думаю, я спрашиваю, я говорю, Леонид Якович, вы что, идиот? Вы когда-нибудь слышали лекцию о пользе пьянства? Ну, сколько можно вам ломиться в открытые двери? Лекция о вреде пьянства. Я никогда на такую лекцию не пойду. И вам не советую. В смысле? Да какой говорит о вреде пьянства? Что, есть кто-то, кто не убежден во вреде пьянства, что ли? Мы не читаем лекции о вреде пьянства, мы читаем лекции о трезвости. О том, что спасение нашей нации может быть только в трезвой жизни. И наоборот, людей, которые говорят о вреде пьянства, это провокаторы. Потому что эти люди провоцируют наших детей на употребление алкоголя. Кстати, эти борцы с пьянством, и эта теория, она называется теория культурного питья. Я специально вам буду разбирать эту теорию на последующих занятиях, чтобы вы поняли, насколько это это человеконенавистническая, убийственная для наших детей теория. Детей наших убивают теорией культурного питья. Убивают детей наших, их затягивают в пьянство с помощью этой теории. И есть теория трезвости. И вот все, кто не подняли руки, как и я, кто ведет трезвый образ жизни. Эти все люди, я бы спросил, а кто из вас пьет культурно умеренно? Поднимите руки. Кто из вас на Новый год поднимал фужер с шампанским и употреблял алкоголь? Ну поднимите, ну так уж, для, чтобы это, подавляющее большинство. Вы что, алкоголик? Нет, ни один алкоголик себя алкоголиком не признает. Мы все пьем культурно, мы пьем умеренно. Я ведь не напился до хрюка, до визга, что меня там ученики мои на улице видели под забором. Нет, я выпил культурно, ну шел, шатался, от меня пахло, но ученики знают, что учитель-то у него пьет, а раз учитель пьет, так почему бы и ученику не запить? Ну почему бы? Значит, все вы в этой теории находитесь. А мы вот с Александром Николаевичем находимся в теории трезвости. Кстати, знаете, кто автор теории трезвости? Вы ахните. Авторы теории трезвости наши русские люди. Кстати, теория трезвости была сформулирована у нас в России. И у истоков теории трезвости стоял Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, это глыбы, академик Павлов, академик Бехтерев, академик Углов, которому сейчас стоил один год. Вот люди, которые сформулировали теорию трезвости. А кто сформулировал теорию культурного пятия? Я 23 года пытаюсь найти автора теории культурного пятия. Нет такого автора, понимаете? Нет. Какие-то безвестные виноделы, безвестные виноторговцы, для того, чтобы лучше и побольше сбыть своего товара, они придумали теорию. Ведь ты же не придешь в пятый класс и не скажешь детишки, жрите ради бога водку, жрите, нажирайтесь, блюйте, запьетесь, подохните. Нет же, конечно, если я умный виноторговец, я приду в пятый класс и скажу, детки, вон те алкоголики пьяницы, это плохие люди, а вы вот понемножку, по чуть-чуть, послегка, но вы только пейте, вы только начните пить, дальше мы уже вас, как говорится, в оборот возьмем, вас только приобщить, сломать вашу трезвость не надо. И на это направлена вот эта теория культурного питья. Теории-то такой нет. И что говорит эта теория культурного питья? Она говорит, что алкоголь, пиво, вино и водка это специфический пищевой продукт. Надо их продавать рядом с хлебом, с маслом, чтобы дети привыкали. Что вот они напитки, вот стоит минеральная вода, сок, пиво, водка, все это напитки, все это надо пить, все это рядом с хлебом и с маслом, все это нормально. Это говорит теория культурного питья. Но это специфический пищевой продукт. Почему-то этот продукт нельзя детям, почему не знаю. Почему хлеб детям можно из гастронома, А водку нельзя. Вот я не могу понять, раз это пищевой продукт. Почему-то за рулем человек этого пищевого продукта поел, его наказывают. Почему-то этот пищевой продукт можно продавать на массовых мероприятиях, но только в полиэтиленовых бутылках. Это вот придумал Лужков. Можно продавать вино и пиво и водку, но только не в стеклянных бутылках, а в полиэтиленовых. Ради бога. Потому что выяснилось, что люди, наевшись этого продукта в стеклянных бутылках, начинают милицию друг друга этими бутылками убивать. Специфический пищевой продукт. А что говорит теория трезвости? А теория трезвости говорит пиво, вино и водка, алкоголь. Это самые страшные на земле наркотики, которые пущены для того, чтобы уничтожить наш с вами народ. Вот что это такое. И поэтому к ним и надо применять самое суровое, самое антинаркотическое законодательство. Не для того, чтобы даже самим спасти, чтобы детей своих спасти. Кстати, у каждого из вас есть свои собственные дети. Ведь у каждого есть дети. Я как родитель должен своего ребенка защитить в этом мире, чтобы его это мировое правительство не уничтожило, как последнюю, так сказать, щепку не вымило с лица земли. Я ведь должен что-то своему ребенку сказать, разумное на эту тему. А что я скажу ребенку своему? Я ему скажу, алкоголь это яд. Этим ядом наш народ уничтожает. И тут же открыл бутылку, налил, себя залил. Как вы думаете, мне ребенок поверит? Да нет, конечно. Он будет считать, что отец у него последнее дерьмо. Говорит одно, делает прямо противоположно. Конечно, надо делать то, что делает отец. У меня в семье сухой закон. Дети у меня трезвые выросли. Выросли трезвые дети, 23 года. Нет в семье этого алкоголя. Даже шуток нет на эту тему. Более того, когда, помните, одно время по телевизору показывали эту рекламу водки, Распутин моргал, помните? Водку рекламировали. Я всегда говорил своим дочерям, смотрите, девчонки, смотрите. Это сволочь, враг работает на нашем телевидении. Вот он враг. Этот враг поставил цель уничтожить ваших будущих мужей, уничтожить ваших будущих детей. Упаси вас, Господь, хоть когда в жизни прикоснуться к этой траве, к алкоголю и табаку. И мои дети мне поверили. Старшие дочери 35 лет, младшие 28 лет. Не употребляют эту отраву. Более того, себе молодых людей нашли такую же. Чистота ведь в чистоте тянется, правда? Не грязи. У меня как-то, вот у нас, между прочим, вот этот плакат, который вам показали, он очень хорошо показывал последнюю агонию советской системы. Там в это корыто подливали и оттягивали две совершенно одинаковые руки. Был зампредседателя райисполкома, который отвечал за торговлю водкой и отвечал за борьбу с пьянством и алкоголизмом. Он одновременно и подливал, и оттаскивал. Понимаете? То есть он одной рукой подливал, второй рукой оттаскивал. Кстати, в те годы на каждом предприятии, учреждении была комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Помните? Не была комиссия по борьбе за трезвость, а была комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. И чем занималась эта комиссия? Она выгоняла с работы пьяниц и алкоголиков. Очищала коллектив от людей, которые уже, как говорится, спились. Но я хочу вас спросить, что, пьяницы-алкоголики родились пьяницами-алкоголиками? Вот я хочу вас спросить. Нет, они родились нормальными мальчиками и девочками. Они были трезвые, но тут они начали пить пиво, потом вино, потом водку, курить, потом их другим подвигом потянуло. То есть вся эта ступенька, они же прошли, и вот они стали уже и пьяницами-алкоголиками. Кто в этом виноват? Алкоголиком-пьяницей человек не рождается. Он им становится. А откуда он становится? Из культурно-умеренно пьющего человека. И вот моего одного друга хорошего, он тоже в 83-м году вылил дома все запасы алкоголя, стал навсегда трезвым человеком и начал вести эту пропаганду за трезвость. Он начал вести эту пропаганду, а в те годы, в 83-м году, тут же партийные органы всполошились и говорят его, перестань тут народ будоражить, что яд, водка. Ты вот иди лучше на конкретную работу и борись с конкретным носителем зла. А на конкретным носителем зла был алкоголик и пьяница. И вот мы, говорит, тебя в эту комиссию с пьянством, в борьбе с пьянством запишем. Ну ладно, он говорит, запишите. Приходит, заседает комиссия по борьбе с пьянством института научно-исследовательского. Зам. директора, председатель и члены сидят, секретарь. Он заходит, садится и спрашивает. Он говорит, ребята, а вы сами-то пьете? Все пьют. Вся комиссия, все пьют. Он говорит, а как вы боретесь с пьянством и сами пьете? А мы тебе сейчас покажем. Ну-ка заводи, говорит, заводи. Заводят очередного алкоголика. Третий раз попал в отрезвитель. Третий раз попал. Его увольнять надо с работы. Все. А у него дети маленькие. У него там очередь на жилье. Он плачет. И пощадите последний раз еще и так далее. Только не выгоняйте. Только ни то, ни сё. Так. Ну что будем делать? Какие мнения? Какие мнения? Спрашивает председатель комиссии. А этот мой трезвый-то друг у председателя спрашивает. Слушай, говорит, ты ведь тоже пьешь, а не с ним на ты. Тот говорит, пью. А ты, говорит, почему ни разу в отрезвитель не попал? Ну как же, говорит, я же пью. Пить умею? О! Пиши, говорит, в резолюцию. Прикрепить этого алкоголика конкретно к замдиректора. Пусть научит пить. Ну пусть научит пить. Ну ведь сам же гад умеет пить культурно. Ну ты научи этого алкоголика пить культурно. И проблему всерьез. Так ведь научить-то невозможно. Это же наркотик. Это же наркотик. Президент Ельцин спился. У нас четыре академика в академик-городке безобразнейшим образом спились. Точно так же, как рабочие колхозники спиваются. Это, понимаете, это организм и наркотик. Тут нет ничего другого. Он действует на всех совершенно одинаково. Невозможно научить пить культурно. И поэтому те люди, которые говорят, мы пьем культурно, вы нас не трогайте. Это самые страшные провокаторы пьянства. Это люди, обучающие наших детей. Лишающие детей трезвости. Вот чем они занимаются. Кстати, эти люди, которые по борьбе с пьянством и культурным питьем, они говорят, есть хорошие напитки, хорошие напитки. Это хорошие марочные вина, коньяки и прочее. А есть плохие, водка там и прочее, и прочее. Вроде как делятся. А на самом деле выясняется, что самые-то страшные, социально опасные, это как раз и есть вот те самые хорошие напитки. Самым опасным алкогольным изделием, самыми опасными алкогольными и ядовитыми изделиями является не водка, которая паленая, а пиво и шампанское. Это самые ядовитые алкогольные изделия. И человеку употребить пиво и шампанское намного вреднее, чем употребить стакан спирта. И я вам это берусь научно доказать. Вот представьте, открылись бы двери, и сюда заскочили бы лихие люди. Они бы заломили мне руки и ноги за спину, и залили бы внутрь меня стакан спирта. Что бы со мной произошло? Извините за натурализм, меня тут же вывернуло бы всего наизнанку. Через рот в организм вводится страшный яд. Первая реакция здорового организма на любой яд, вводимый через рот, рвотный рефлекс. А что такое пиво и шампанское, особенно шампанское? В этом шампанском этого яда всего 11%. И он очень удачно, этот яд алкогольный, замаскирован остатками виноградного сусла. На шампанское рвотный рефлекс даже у грудных детей не срабатывает. То, что шампанское и пиво газировано, вот эти газы, которые перед смертью напукали туда эти бактерии, вот в этом их самая страшная ядовитая суть. Дело в том, что у человека процесс всасывания начинается в тонком кишечнике. Процесс всасывания жидкости. Но если жидкость газирована с газами, то процесс всасывания начинается с языка пищевода и желудка. Вот почему газированной водой жажду утоляют. Сразу идет всасывание. И поэтому процесс одурения человека от шампанского и водки резко отличается. Когда человек травится водкой, он заливает, она пройдет через желудок, потом через 12-перстную кишку в тонкий кишечник начинает всасываться, и концентрация алкоголя в крови нарастает очень медленно. Но когда человек травит себя шампанским или пивом, у него прямо с языка всасывается в кровь алкоголь, и концентрация алкоголя в крови скачком подскакивает. Очень быстро и скачком. У пьяниц есть даже крылатое выражение. Шампанское ударило в голову. Слышали про такое? Вот он, пьяница, это шампанское пьет, вот он всосался, спирт склеил эльтроциты. Пошли, пошли, пошли склеечки, ба-бах, ударили по мозгам. Человек сам чувствует момент, когда у него мозг начал револючаться. Шампанское пиво бьет в голову. От водки я такого никогда не слышал. Любого человека, даже такого здорового, как я, посадите в клетку на год. Каждый день мне выпаиваете по стакану шампанского, через год я выползу оттуда, законченным алкоголиком. Вот что такое шампанское пиво. Как говорят, самые достойные изделия для детей, для молодежи. Кстати, я не знаю ни одного ребенка, который бы начал пить водку. Все дети начинают с пива, с шампанского, причем из маминых рук. Учителя на выпускном вечере в девятом классе сами наливают, обнимаются, целуются, чокаются. Все это ведь есть у нас. Вот кто путевку-то в жизнь алкоголикам и пьяницам дает. Вы, кстати, учителя, которые в возрасте, вы вспомните. Вспомните своих учеников, которых вы выпускали на выпускных вечерах, и посмотрите, сколько их уже на кладбищах рядами лежат. Тебе дать слово? Давай вопросы. Нет, а какие вопросы? Тебе дать слово? Нет, почему у нас есть? Ну, ты слишком много. Ты не могу, конечно, вообще. Если кому-то еще что-то не ясно, то я думаю, что в течение трех этих дней мы все... Да, кстати, вот там вот мы привезли кассеты, это CD-диски, очень качественная запись цифровая, вот этих вот лекций, выступлений. Вы знаете, молодежь смотрит их за поем. Вот как мне неудивительно. Вот вы здесь сидите все, люди... Ну, понятно, вам оно, вот, людей не нужно. Вот когда эти лекции я читаю студентам, скажем, или в одиннадцатом классе, я просто вижу, вот как у детей глаза разгораются. Они ведь никогда об этом даже не подозревали, понимаете? То есть им всю жизнь всякую ересь в голову вбивали. Правду-то им никто же не рассказал о том, что их ждет впереди и так далее. Поэтому совершенно разная реакция. Я советую, их еще несколько штук у нас там осталось. Обязательно, чтобы в каждую школу оригинал попал, а вы их уже там размножайте. Дети сами на компьютерах это множат, друг другу раздают. Эта информация идет, и очень многие дети после этой информации навсегда перестают употреблять этот алкоголь и табак. Я хотел бы еще рассказать вам о пиве. Вот почему наше поколение, вот мне сейчас 57 лет, почему мы до сих пор не спились? Почему среди нас все-таки нашлись еще трезвые, трезвомыслящие люди? Да дело в том, что в мои молодые годы невозможно было достать пиво. Невозможно. Я вот вспоминаю, пиво это, когда привозили эту бочку с пивом, студенту, я был студентом университета, просто к бочке подойти было невозможно. Там такая очередь, такая давка мордобой, что ни один нормальный человек к этой бочке туда и не лез. Понимаете? То есть вот такое было. Сейчас же всю страну залили пивом. А пиво это наркотик для молодежи. Это для детей и молодежи наркотик. Вот это для кого все это пиво идет. Причем у нас в стране единственная страна в мире, где пиво было выведено из разряда алкогольных изделий. Оно не считалось алкогольным изделием. Ради бога, продавайте в школе, в детском саду. Это все было безалкогольное изделие. Пиво у нас считалось. А дело в том, что пиво, это настолько страшная вещь, пивная алкоголизация нашей молодежи, к приварке пива добавляется хмель. А когда варится хмель, из него вывариваются вещества, называемые эстрогоны. Эти вещества-эстрогоны очень сильно практически идентичны женскому половому гормону эстрогены. И когда молодой человек, мужчина, пьет пиво, пьет пиво, у него в крови нарушается гормональный состав. У него появляется очень много женских гормонов. Эстрогенов. У него смещается гормональный состав в сторону женского начала. В сторону женского начала. Кстати, я всегда в 11-10 классе спрашиваю. Я говорю, вы знаете, чем отличается мужчина от женщины? Ну, ха-ха-ха в жале. Все за дурной вопрос. Я говорю, ха-ха-ха, это правильно вы ха-ха-ха-каете. Да, действительно. Мужчина родился мальчиком, а женщина родилась девочкой. Но не только и не столько этим мужчина отличается от женщины. Не столько этим. Основное отличие мужчины от женщины заключается в том, что у мужчины в крови в основном циркулируют мужские гормоны. Называются эти гормоны, кто знает? Тестостерон. Совершенно верно. Тестостерон. А вот у женщины в основном в организме это два женских гормона. Это гормон прогестерон, прогестерон, и гормон тестостерон, ой, и гормон эстрадиол. Эстрадиол. Прогестерон и эстрадиол это женские гормоны, а тестостерон это мужской гормон. И вот у мужчины в основном в организме тестостерон. И поэтому мужчина, мужчина, вот я мужчина, у меня основной гормон тестостерон, у меня мужской голос, у меня мужской характер, у меня мужская фигура, у меня мужские наклонности, мне нравятся особо противоположного пола, это кстати тоже определяется именно наличием тестостерона в крови и так далее. А у женщины основной гормон это прогестерон, и поэтому она женственна, она кокетливо хочет нравиться мужчинам, это тоже от этого гормона зависит у нее, у нее женская фигура, плечи, увеличенный таз, это все тоже, эти гормоны за это отвечают, у нее материнский есть инстинкт, он тоже обусловлен вот этим прогестероном. А теперь смотрите, мужчина начинает употреблять алкоголь, он употребляет алкоголь и возникает явление, которое в науке называется феминизация алкоголиков. В чем заключается феминизация алкоголиков? Когда мужчина употребляет этот алкоголь, у него молекула спирта, молекула спирта в крови встречается с молекулой, С2H5OH, встречается с молекулой тестостероном. Тестостерона взаимодействует, а молекула тестостерона это длинная органическая молекула, и спирт отрывает от нее один углеродный комплекс, и тестостерон превращается в астрадиол. То есть напрямую в крови превращается мужской гормон в женский, и у него смещается гормональная равновесие, и алкоголик на глазах превращается в женщину. Превращается. У него тончает голос, у него теряется мужество в характере, он начинает делаться пугливым. У него пропадает интерес к женщинам, он попадает, нету этого гормона, который за это отвечает. У него фигура начинает меняться, сжиматься плечи, раздаваться таз. А что происходит с женщинами, которые употребляют алкоголь? У них в крови молекула спирта встречается с молекулой прогестерона. Идет химическое взаимодействие, и молекула спирта отрывает два углеродных комплекса от молекулы прогестерона, и прогестерон превращается в тестостерон. И у женщин-любителей алкоголя идет явление, которое в науке называется маскулинизация алкоголичек, то есть превращение любителей спиртного в мужиков. У них нарастает количество мужского гормона, у них пропадает кокетство, то есть желание нравиться мужчинам сразу пропадает, нет этого гормона. У них пропадает инстинкт материнства, потому что это тоже от гормонов зависит. У них пропадает, у них фигура меняется, у них сразу плечи, грубеет голос. Вы посмотрите, женщины, которые за пивом стоят, и женщины, которые за дорогой косметикой стоят. Они даже внешне совершенно разные женщины, хотя казалось бы и те и другие. У одних в крови женские гормоны, а у этих гормоны уже мужские. И идет вот этот процесс маскулинизации алкоголичек и феминизации женщин. Это все, так сказать, давным-давно в науке известный совершенно процесс. Так вот, пиво, это самое страшное явление, вещь, которая превращает мужчин, превращает их в импотентов. Самая мощнейшая вещь это пиво. Почему? Потому что в пиве содержатся эстрагоны, это практически эстрадиол. И напрямую сразу в кровь у него в крови превращается в женский гормон. И любитель пива, кстати, Чехия, это страна, которая больше всех пострадала от пива. У них есть поговорка. Любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо и сохнет кончик. Сохнет кончик. И вот вы обратите внимание, была Олимпиада и шла реклама пива. И как только реклама пива, сразу за рекламой пива шла реклама этих самых возбуждающих мужских таблеток против импотенции. Пиво, золотой конек, пиво, золотой... Да и так, вот обратите внимание, они в связке идут. Потому что у него полностью пропадают. Он становится 35 годам человек, который начинает в 15 лет пиво пить, он в 35 лет точно абсолютно импотент. И у него даже желания нет. У него желание к женщинам полностью пропадает. Недаром, говорят, наши женщины ездят куда-то туда, на юг, в этот Эмират, чтобы посмотреть на настоящих мужчин. Конечно, естественно, потому что эти любители пива, это же импотенты, то есть с ними... О чем с ними можно говорить? И что страшное, когда женщина начинает пить пиво, это еще более страшная вещь. Дело в том, что у женщины должен быть определенный процент этого гормона в крови. Но когда она пьет пиво, у ней резко возникает избыток эстрадиола. А избыток эстрадиола делает из женщины, из нормальной русской девушки, агрессивную самку. Самку, которая под трактор готова лечь, понимаете? Потому что у ней избыток, у ней ей надо и все. Когда поили пивом крыс, крыс поили пивом. Они увидели, что у крыс самок, когда их поили ни водой, ни пивом, в 4 раза увеличивалось просто так. Робьем матки увеличивался дни оплодотворенных крыс. И эта матка заполнялась слизью. И эти крысы были... А когда об этом говоришь, люди смотрят, как на новые ворота. Самая страшная пивная алкоголизация, которую произвели над нашей молодежью, она и направлена на то, чтобы уничтожить и с этой стороны народонаселение нашей страны. Вы понимаете, вот все, оно в одно к одному идет. Все, что не возьмешь... Кстати, сейчас у вас школа. Не могу не коснуться этой проблемы. Была вдруг внедрена СОРОСом программа сексуального просвещения наших детей. Она не коснулась ваших школ? Нет, слава богу, да? А у нас коснулась. Есть такая депутат Госдумы Лахова. И она для того, чтобы еще быстрее уничтожить народонаселение нашей страны, они запустили программу сексуального просвещения нашей молодежи. Сексуального просвещения. И по телевизору начали показывать для молодежи сексуальные программы. Вы, наверное, видели, там такая есть негритянка Ханга. Знаете, есть такая? Нерусский человек она. Она вела несколько лет передачу на НТВ под названием «Про это». Про секс. Причем про любой извращенный секс, который только можно быть. Она там наших детей просвещала, им рассказывала и т.д. и т.п. И я когда в школах выступаю, старшеклассников, они мне всегда пишут записочки. Записки, я говорю. Вопросы давайте с записками. И они пишут записочки. И очень часто в школах пишут такую записочку. Значит, уважаемый профессор, а как вы относитесь к сексу? А я все эти записочки зачитываю. И я говорю, вот, по записке, значит, уважаемый профессор, как вы относитесь к сексу в зале? Ха-ха-ха, ну-ка, что нам профессор про секс-то расскажет? Я говорю, а вы знаете, ребята, что такое секс? Вы уже взрослые люди, так сказать, с паспортами сидите. Я говорю, вы знаете, что такое секс? Вот две собаки под забором, это стопроцентный чистейший секс. Две собаки под забором. Стопроцентный секс. И отношение к любви человеческой, высшему проявлению человеческих чувств, этот собачий секс не имеет никакого отношения. Силами врагов нашего народа, засевших на телевидении, все взаимоотношения юных полов у нас свели вот к этому собачьему сексу. И что происходит при этом? А происходит страшная вещь. Они начинают к этому сексу стремиться. И у нас в Новосибирске, Новосибирске, за вот эти годы пропаганды безудержного секса, заболевание сифилисом взрослого населения выросло в 54 раза. А заболевание сифилисом в Новосибирской области подростков до 14 лет выросло в 600 раз. В 600 раз по сравнению с этой самой. Вот что такое пропаганда вот этого секса среди детей и молодежи. Я разговаривал с главным, с главным этим самым врачом, отвечающим за это дело. Он говорит, мы просто в ужасе. Мы опустили руки. Если при советской власти находился подросток, зараженный сифилисом, поднималась на ноги вся милиция, вся салепетстанция, пока мы не находили человека, заразившего, и не сажали в тюрьму, никто не успокаивался. Сейчас вал, говорит. Просто вал. Мы, говорит, руки опустили. Мы не знаем, что дальше делать. А что такое ребенку в 15 лет заразиться сифилисом? Это навсегда бесплодным остаться. Навсегда остаться бесплодным. Кстати, сейчас пропагандируют вот этот так называемый безопасный секс. Я хочу предупредить ваших дочек, ваших школьниц, которых вы любите. Очень многих женщин безопасный секс привел к бесплодию. Он приводит человека к бесплодию. Понимаете, этот безопасный секс? Когда много-много раз тренируется организм, зачатия нет, все, в конце концов, это оборачивается бесплодием. И это тоже надо знать. Кстати, ребенок начинает пить пиво в 7 лет. В 9 лет он курит. В 11 лет пьет вино. В 14 лет он пьет водку. В 15 лет он познает вот этот вот секс. Но его организм еще к этому не готов. А столько разговоров, секс, секс, это что? Чудо, что-то ерунда какая-то. И что он? И он не получив, естественно, никакого удовлетворения в этом собачьем сексе. Он начинает искать более сильные, будоражащие кровь и психику удовольствия. А следующий после этого секса собачьего идет наркотик, который цыгане ему сюда привезут. А следующий идет человеческая кровь, убийство. Вот что. Будоражит. Ой, как кровь. Это убийство, человеческая кровь. И вот этот ребенок, который в 7 лет пьет пиво, 8 лет курит вино и познает в 15 лет секс, он никогда уже в жизни никого не полюбит. Вы представляете? Он даже не сможет понять, что такое любовь, что такое понятие Наташи Ростова. Для него это все, понимаете? Для него вот он секс собачий, вот оно пиво, вот оно стойло, вот оно гибель. Гибель бесплодная, без детей ничего. Он никогда ни семью не заведет, ни детей. У него смысла-то этого в жизни даже нет. А все начинается с пива, вот с этой самой сигареты. Все оттуда идет. Кстати, несколько слов должен сказать вам и об обычной наркомании. Сегодня у нас такая обзорная лекция об обычной наркомании. У нас в Советском Союзе не было проблемы наркотиков вообще. Не было практически такой проблемы. Наркомания в Советском Союзе. А знаете почему? Как выяснилось, по очень простой причине. В Советском Союзе невозможно было поменять рубли на доллары. И для мировой наркомафии Советский Союз был большим белым пятном. Какой смысл через укрепленные границы было везти сюда наркотики? Продавать, рисковать, собирать рубли. А что с рублями делать дальше? Закапывать на поле чудес? Как только в 92-м году по требованию Мирового Валютного Фонда Ельцин и Гайдар конвертировали рубль, открыли на всех углах обменные пункты, в этот же день на нашу страну как волки набросилась мировая наркомафия. Она организовала дополнительное производство, распространение, быт-сбыт, рекламу. И только в прошлом году около 12 миллиардов долларов чистой прибыли наркомафия вывезла из нашей страны. Да за эти деньги она любого нашему ребенку убьет. Любого ребенка убьет, не задумываясь, приобщив его к наркотикам. Чем так опасна наркомания? Дело в том, что если ребенок начинает пить в 5-7 лет пиво, в 11 вино, водку, он в среднем по статистике живет еще 20 лет. В 35-36 лет умирает. В среднем у него такая. Но если ребенка в 10 лет посадить на иглу, он в среднем живет 5-6 лет. Умирает в 5-6 лет, умирает в 15-16 лет, умирает от передозировки, либо недозировки. То есть если алкогольное это оттягивающее убийство наших детей и молодежи, он еще может жениться там, дебилов детей нарожать что-то, то здесь идет просто прямое убийство наших детей и молодежи. И вы запомните, в нашем обществе, при нашем полнейшем попустительстве, ходят убийцы наших детей, ходит наркомафия. И главная причина наркомании среди наших детей, это то, что безнаказаннейшим образом действует в нашей стране наркомафия. Это наркомафия, это наркоторговцы, это власть, которая с ними вот так вот, понимаете, ничего не делает, попустительствует этому делу. И это наши убитые дети, которые уже рядами, уже рядами, рядами лежат на наших этих кладбищах. Я как-то в Омске, на меня вышли представители из общества Рерихов. И они вышли на меня и говорят, Владимир Георгиевич, вы очень известный специалист по всем этим проблемам в нашей стране, а мы сняли два фильма против наркомании. И мы бы хотели, чтобы вы их посмотрели, мы их уже 4 раза по омскому телевидению показывали, и мы вот просили бы вашу рекомендацию, чтобы по центральному телевидению показать эти два фильма, по 30 минут, два фильма против наркомании. Я говорю, ну ладно, давайте посмотрю эти фильмы. Я целый час сидел, смотрел эти два фильма, морщился. Когда фильмы закончились, они говорят, ну как? Я говорю, лучшей пропаганды наркотиков среди наших детей, чем эти два ваших фильма, я не видел никогда. Все покажем, где растет, как взять, как уколоться, как там кайф получить. Все там, все в этом фильме рассказано, показано, так сказать, вот и до. Я говорю, единственное, что мне понравилось в этих двух фильмах, всего один эпизод. Какой, какой сразу, какой, все-таки понравился какой-то эпизод? Я говорю, эпизод такой, когда вы на улице ходили и спрашивали людей, в чем причина наркомании среди детей и молодежи. Вы спрашивали. А эта наркомафия, она действует очень хитро. У ней полностью куплены средства массовой информации, они полностью куплены врагами, имейте в виду, полностью. Верить ни одному слову нельзя, что из телевизора идет. Они купили, внедряют людям ложные мысли в голову, а потом люди эти ложные мысли повторяют, и они их, как мнение народа, уже тиражируют дальше. Более того, если кто-то правильную мысль скажет, они ее никогда не покажут. А вот дурагов всех, ну да, вот народ так и думает. И вот они вышли и спрашивают у людей. Как вы думаете, в чем причина наркомании среди детей и молодежи? Вы знаете, молодежи некуда податься, нечем заняться, нет кушков. О, спасибо, спасибо, молодец. Ага. Следующий, а вы как думаете, в чем причина? Да вы знаете, молодежи некуда податься. О, молодец, молодец. Молодежи надо спорт, надо искусство, надо деньги, деньги туда садать. И только, говорю, один момент. Человек сидел за столом, вы подошли к нему, вот так вот в микрофон и спросили, в чем причина наркомании среди детей и молодежи? Он говорит, вы знаете, молодежи некуда податься. А потом осекся и говорит, человек, который моего внука вовлечет наркоманию, я этого человека убью вот этими руками. Я его убью, удавлю, гадот сволочь, насмерть. Вот это, говорю, единственный эпизод, который мне показался правильным. И я говорю, человек, который моих внучек вовлечет наркоманию, я удавлю этого человека, я сам сяду в тюрьму на всю жизнь, но я этой сволочи жить на земле не дам, чтобы он еще кого-то туда не втянул. Главная причина наркомании не в детях наших, что им некуда податься, а в том, что у нас безнаказаннейшим образом действует наркомафия, точно так же, как безнаказаннейшим образом действует алкогольно-торговая мафия, которая тоже убивает миллионы наших людей. И вся причина надо общество поднять на борьбу с этой алкогольной мафией, с этой наркотической мафией. И примеры-то уже есть, примеры есть, и примеры очень положительные. Кстати, и вам это будет очень интересно знать. Вот в городе с наркоманией, между Москвой и Владимиром, прямо на границе, между Москвой и Владимиром, посредине, есть город Покров. Вот Москва, вот Владимир, а вот здесь вот город Покров. В этом городе 23 тысячи человек, половину меньше вашего города. Город Покров был центром наркодилерства, наркомафии и наркомании в Центральной России. Каждый год в этом городе Покрове по 160-180 новых наркоманов. 160-180 новых наркоманов, детей регистрировали органы, ну, эти самые, врачи. Не было семьи в этом городе, где бы кто-нибудь из детей уже не погиб от наркотиков. Не было уже такой семьи. Город буквально гиб от наркотиков. И тогда на очередных выборах мэра выдвинули от национальной, русской национальной партии, выдвинули своего депутата в мэр, своего кандидата. И этот кандидат всего одну строчку в программе написал. Он написал, люди, изберите меня мэром, я уничтожу наркомафию в городе Покрове. И люди за него проголосовали. Он больше ничего не видел, только одно. И они его выбрали. Как только он стал мэром, он в этот же день под суд отправил начальника милиции и весь отдел с незаконным оборотом наркотиков. И посадил сюда своих же людей из этой русской национальной партии. Он их посадил начальником милиции и посадил начальником этого управления. И они начали зачистку города от наркомафии. День и ночь они чистили цыганские поселки. День и ночь. Облава за облавой, облава за облавой ловят цыгана с наркотиком, тут же его везут в суд, тут же дежурный судья дает ему 8 лет, кандалы на руки и в тюрьму, кандалы на руки и в тюрьму. Когда они посадили 78-го цыгана, 78-го, цыганская табор, община цыганская, мы цыгане этим тоже занимались, дрогнула и в одну ночь за бесценок продала дома и уехала куда-то здесь, под Урал, где-то ближе к вам, на север Урала. На следующий год в городе Покрове был зарегистрирован всего один новый наркоман. Всего один новый наркоман. Вы видите? Оказывается, если проявить политическую волю, если не болтать об этом, а действительно что-то сделать, даже можно сделать и в нашей стране. Кстати, есть страны мира, где наркомании нет вообще. Вот рядом с нами полуторамиллиардный Китай. В Китае вообще нет наркомании. Нет там наркомании. А знаете почему? Очень просто. В Китае за распространение наркотиков публичная смертная казнь на стадионе. И каждый год на весь Китай расстреливают от 13 до 49 человек. Публично расстреливают. Нет в Китае желающих распространять наркотики. А у них распространитель наркотики. Это не у нас из Таджикистана. 2 килограмма героина привез, ему 3 года условно, иди снова вози. У них в кармане 2 дозы, это расстрел на стадионе. Одна доза 8 лет. Одна доза, наркоман, 8 лет. Две дозы, это расстрел. Значит, и вторую кому-то же продаешь, правда? И у них нет этих желающих. А у нас их полно. У нас правительство наше, Фродково, приняло постановление, по которому разрешена розничная продажа наркотиков. 9 доз в кармане, 9 доз. Это считается нормальной героиней. То есть, человека ловят, 10 доз, это уже можно срок, а 9 доз, отвали милицию, так сказать, иди торгуй. То есть, на этом сейчас жиреют дальше цыганские поселки, это оттуда. Мафия купила это постановление. И никто ничего не может сделать. Ничего не может. Два года, два года, бьется вся общественность, крик поднимают, а им на это все наплевать. Кому они служат? Ну, явно, что не нашему народу, правда? Они служат мировому правительству, выполняют программу уничтожения народонаселения в нашей стране. И вот, недаром Александр Николаевич сказал, по какую сторону баррикад мы-то с вами, уважаемые педагоги, встанем? С той стороны будем? Или все-таки мы грудью своих детей защитили, грудью защитили. Не сами спрячемся за ним. Я недавно увидел одну очень интересную картинку. Два солдата, два солдата и две детские коляски. И они целятся друг в друга. Два солдата, две детские коляски. И они друг в друга целятся с автоматом. Один солдат, один солдат закрывает своим телом детскую коляску, целится. А второй из-за детской коляски целится. Понимаете? Он себя прикрывает детской коляской. Из-за детской коляски целится. Вот я хочу у вас задать вопрос. Мы-то с вами будем где? Мы все-таки защитим грудью наших детей от политики геноцида. Или мы сами будем, так сказать, весело жить, прятаться за это дело, надеяться, что какой-то дядя... Никакой дяди ничего у нас не сделает. И вот наш этот семинар как раз и призван тому, чтобы дать вам вот эти все научные знания, которые есть на эту тему, чтобы ваше сознание как-то привести в порядок. Потому что вы же тоже люди темные, неграмотные в этом вопросе. А потом вы уже и детям своим, школьникам, учителям. А потом уже можно будет и какие-то политические проблемы ставить и в рамках города, в рамках области, и в рамках нашей России. Вот этим вот мы в меру своих сил и занимаемся на этих семинарах. Ну а сейчас, уважаемые коллеги, разрешите мне от вашего имени поблагодарить меня, надеюсь, за очень полезные, интересные сообщения. Вам всем здоровья. Значит, еще раз говорю, огромный, конечно, интерес и к нашей другой работе. Значит, вы сейчас пойдете с часу до двух, у нас будет перерыв на обед. После перерыва у нас будет выступать Александр Николаевич с еще более интересным докладом. А потом, потом, в половине пятого, я вас просто, ну, мы и сами понимаем, что люди потом локти кусают. Вы пригласите в этот зал после обеда, кто может, по крайней мере, все очкарики, кто читает и так далее. Пусть они, во-первых, и Александра Николаевича послушают, мы тут уж как-то потеснимся. Но... Всех людей в очках послушать про глаза. Это для вас тоже чрезвычайно важная вещь. Вы узнаете, что там вредительство не меньше, чем в алкоголе. Это тоже... Я был просто потрясен, сколько в этом вопросе тоже вредительства. Поэтому это будет для вас очень и очень интересно. Значит, у нас перерыв до двух часов, Александр Николаевич. Вы можете задать вопрос? Да, пожалуйста. Ну, опять же, я могу поблагодарить и от вашего имени поблагодарить вас за ваше выступление. Большое вам спасибо. Я думаю, что вы ценят за все. Я вам сказал, да? И такой вопрос как бы не к вам, не столько к вам, сколько к администрации города, ну, представителям, да? И администрации, может быть, города. С такой же росьбой. Вы говорили, что у вас видеофильмы есть. Может быть, ну, вряд ли кто-то приобретет сегодня, да? Наверное, средства у нас у всех маловато. Нет в обращении к администрации Горано. Может быть, уже одну из трансов Горано или города приобретут для нас эти фильмы и распространят, подарят школам. Значит, в вашем Горано эти фильмы лежат уже два года. Два года они лежат там. И председатель Горано два года их не посмотрела. Поэтому я думаю, что ваше предложение очень актуально. Через два года, так сказать, взять и их взять и распространять. Ну, для сведения всем мы эти фильмы, конечно, возьмем. Действительно, они есть у нас. Мы приобретем и распространим по всем школам. Они, в принципе, не только по школам. В каждой семье есть компьютеры. Они нормальные, доступные фильмы. Всем понятно. Это все будет сделано, то есть распространено. Так, ну что, уважаемые коллеги. Значит, вам хватит? Час пятна. Да, вопрос еще, пожалуйста. Нет, вопрос именно к администрации города. Если вы слушали ваши действия. Ну, это потом. Это мы потом. У нас будет время на эту тему поговорить. Значит, уважаемые коллеги, минуту внимания. Я хочу вам сказать, что вот этот вот администратор вашего города, молодой, он личный был инициатор создания вот этого вот семинара. И я хочу сказать, что лично все вы здесь сюда попали исключительно по его работе. Потому что, если бы не он, здесь бы сидело 12 человек. А вот то, что он сделал. Да. Значит, теперь внимание еще. Значит, давайте так. Сейчас без 15 час. На обед ровно час. Без 5 час мы сюда приходим в 2. И в 2 часа Александр Николаевич начинает...